И на телефоне больше двух камер не видно. Макс, ты нас троих видишь, да? Да, я с компьютера вижу троих. Ну, конечно, москвичи себе макбуками как бы себе льстят вообще, понятно. Ребят, запись будет, мы ее сделаем. Чуть попозже она на нашем лектории появится в архиве. Поэтому, если вы вдруг какие-то клевые шутки и прикольные факты от Макса и клевые шутки от Артема пропустите, ничего страшного. Через дня три мы зальем все это в архив, можно будет пересмотреть. Вот, но я вам настоятельно рекомендую лучше вживую посмотреть на этих крутых чуваков. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Это обыкновенный тренинг. Единственное, что мы, к сожалению, не можем друг друга обнять, но зато мы друг друга видим. Вот, поэтому правила очень простые. Ребята рассказывают, пишите в чат ваши вопросы. Тот, кто с ноутбука, ребят, у вас в левом углу есть такая кнопка «Дать голос». Попросить голос. Вот эту кнопочку появляете, нажимаете, и мы будем видеть вас на экране. Кто-нибудь смотрит из ноутбука? Ребят, напишите, пожалуйста, кто-нибудь из ноутбука смотрит. Давайте голос-то дадим уже, в конце концов. Доллард, дети. И сразу людей меньше. Такие записи станет нормально. Можно потом посмотреть. Что, все с телефона, что ли, смотрят? Ну да, как правило. Вот, я смотрю. О, Зинченко. Женя, нажмите кнопку кто-нибудь, кнопку нажмите, попросить голос. У Зинченко тоже макбук. Левой стороны. Не прикиньайтесь, питерцы. На панели. Мы все сбросились и смогли себе позволить. Только один. Сейчас кто-нибудь у нас решится. Но никто не просит голос. Ну, жмите, просить голос. Че вы, блин, бантендеры? Коля, попроси голос. Понятно, что все дома, видимо, в таком, как бы, это, home casual стиле. Вот, уведомление. Есть уведомление, Марди Рассиан. Здравствуйте. Вот, нажми кнопочку. Вот сейчас, секунду, ребят. Сейчас Давида выпустим в эфир. Вот. Вот. Я Давида не вижу, но тут, по-моему, он появился. Да, он появился как ведущий. Давид, привет, ты тут? О, вот Давид. Супер. Привет, привет, привет. Я здесь. Есть. Привет, ребят, привет, привет. Все работает. А мы по росту волос, да, смотрю? Да, да, все верно. Все верно. Поэтому Коля остался в уведомлении. Ребят, кто не знает, перух тоже лысый. Да, да, все собрали. Да, ребята, привет. Коля у нас появился. Коля, ты выбился чуть-чуть. Да, ребят, смотрите, мы через минуток пять начнем. Пока тут проверка. Вот если у вас в ходе нашего мероприятия будут возникать вопросы, вот делайте как Давид и Коля. Там есть такая кнопочка. Если вы с ноутбука попросите голос, не стесняйтесь. Мы на вас красивых тоже хотим все посмотреть. Блин, а я не вижу никого красивых. Я только красивого Макса вижу. Потому что... Подойди, Коля. Подойди, Коля. Ты используешься ноутбуками. Я понял. Все. Я вот... А, во, видно. Во. Просто Коля рядом сидит с ноутбуком. Да, 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 да. Все. Артем, а видишь, как набрать по рассмотре, попросить своих коллег посмотреть трансляцию. Молодец. Кайф, кайф. Ребят, давайте я подключу. Мы сейчас потихоньку будем начинать. Пишите в чате. Давид. Давай, увидимся. Все, ребят, удачной лекции. Всем спасибо. Я с удовольствием послушаю все, чем вы поделитесь и расскажете. Давайте, ребят. Спасибо. Спасибо, что пришел. Класс. Так, друзья, ну что, потихоньку у нас все собираются. Давайте я скажу вкратце маленькое вступление. Передам потом ребятам слово. Всем спасибо большое, что пришли на вебинары. Я вам обещаю, будет круто, потому что вот эти два типа... Это прям очень-очень-очень крутые чуваки. Артем и Макс. Сегодня я вам порассказываю много интересного. Пекила Патрон. Маргарита Экспресс был в Питере и в Москве, насколько я помню. У нас есть шанс все это как бы ретранслировать. И вот у нас много ребят. Вот я вижу даже тут с Украины, с Казахстана появились. Вот. Вы сегодня сможете побывать на Маргарите Экспресс. Это Special Edition. Не стесняйтесь, все очень просто. Задавайте вопросы. Вы можете писать вопросы в чат. После того, как ребята закончат, они по этому чатику пробегутся и ответят на все ваши вопросы. Вот. Либо же тот, кто пользуется ноутбуком, вы можете с левой стороны нажать кнопочку попросить голос. Ребята это все одобрят, и вы появитесь тоже в эфире. Вот. Маленький анонсик. Артем, я тебе хотел еще раз попросить сделать свой анонс. Если у нас сейчас прибавилось больше народу по поводу вашей школы, потому что это крутой проект. Все должны об этом знать. Рассказывай. Во-первых, Давид, спасибо огромное за день рождения и поздравления. Да, я до сих пор получаю. Это очень приятно. У меня вчера был день рождения, и такая важная дата для меня. Короче, было супермного поздравлений. Спасибо огромное за общество, не забывай, это очень приятно. Вот. У меня есть две новости. Первая новость. То, что наша школа Батемис Фэктори нам уже почти три года. Мы наконец-таки дошли до онлайн-режима, потому что вот такие вот меры, они диктуют новые контрмеры, да. И с 13 по 19 апреля у нас будет курс, спецкурс «Я-легенда». То есть каждый день будет новая лекция, новый семинар, он закрытый. Соответственно, если хотите присоединиться, обращайтесь либо к Колизинчику, вот он вот там вот, либо к нам на сайт, там все подробности есть. Соответственно, что это за курс «Я-легенда»? Курс, направленный на промоушен, на сторителлинг, на маркетинг, на СММ, на пиар. В общем, каким образом о себе заявлять, о чем заявлять, зачем заявлять, с кем заявлять. И вообще, нужно ли это делать, вот это все заявлять. Ну, мы очень хороший пример того, что, оказывается, все можно и все нужно, и ничего страшного в этом нет. Вот. И я бы хотел, чтобы этому примеру последовало как можно больше моих коллег, особенно если они не в Москве, Макс, если они не в Москве, а в нормальных городах столицы и вообще нашей родины. Вот. Вот. И да, и ни в коем случае не отчаивались, не унывали, что типа «Ах, мы в регионах, это ничего не значит». Вот. И второе – это то, что от образовательного портала «Бартенос Кубы Бакарди Мартини» сейчас есть целая череда лайф-мастер-классов, соответственно, очень крутых. У нас есть пул клевых амбассадоров, бренд амбассадоров, трейд амбассадоров, вообще специалистов всех мастей. И вот три раза в неделю, три раза в неделю мы выходим в 12 часов дня в лайве от личных аккаунтов ребят, потом все транслируются на БСБМ в Инстаграме. В общем, уже выходил я, уже Аскар, уже выходил Артем Шахметов, Андрей Большаков, уже четыре прошло. Сегодня мы вытащим еще одну крутую афишу с расписанием. Короче, лайвов много, конечно, сложно разорваться, но вы же знаете, кого выбрать, правильно, в конце концов? Макса, Славу, Дениса Темного, вот он за нами смотрит, наблюдает, нас. Короче, молодцы, спасибо вам большое, что вообще врываетесь. Я, кстати, думал, что будет гораздо сложнее, потому что, типа, да-да, саморазвитие, самоизоляция и все. Нет, народ оказывается активный, это очень приятно. Вот так. Ну, круто, ребят, я со своей стороны скажу, что сегодня будет вебинар, прямая трансляция из Лондона, Сальваторе Калабрезе и Питера Дорелли в 16.00 по Москве, вот. Если вы говорите по-английски, ну, или просто хотите посмотреть на этих прикольных чуваков, вот, переходите к нам в лектории, я ссылку чуть попозже вам кину в чат, вот, там есть прямая ссылка. Вам всего лишь нужно кнопочку нажать, зарегаться и побывать сегодня на мастер-классе Питера Дорелли и Сальваторе Калабрезе. Ну что, я передаю слово Артему, Макс, давайте вам удачи. Слава, спасибо. Я буду за вами следить, периодически встревать. Ready, steady, go! Go, brother, what's up? Yes, what's up? Короче, я предлагаю с Максом договориться о том, что мы обычно вдвоем все это вещаем и друг друга перебиваем. Макс, давай сделаем так. Когда кто-то хочет ставить что-то, да, свои пять копеек, это буду я, потому что ты у нас будешь главным модератором. Я буду типа вот так вот показывать, и ты как бы даешь мне что-нибудь. Ну, я думаю, так как мы видим друг друга, ты можешь и так начинать, и мы чувствуем друг друга. Чувствуем, чувствуем. Короче, для начала давайте объясним, что такое Маргарита Экспресс, что это за проект, когда он стартовал и так далее. Маргарита Экспресс – это образовательный такой и оффлайновый, и теперь уже и онлайновый проект, направленный на популяризацию текилы суперпремиум-сегмента, вообще категорию, на выяснение разных подробностей, чем текила стопроцентная агавы, суперпремиум-категории, миксты и всего остального друг от друга отличаются. Почему это важно? Почему это не изнасилованная категория? Почему она только-только в России, на странах Восточной Европы, и там в нашей постсовете, назовем так, набирает обороты у нас сейчас? Почему это важно? Нужно. Стартовали мы этот проект года, наверное, три назад. Сначала он был по многим регионам страны. Мы устроили такой вот, нашей командой Эль Капитес и всеми нашими ребятами устроили вот такой вот тур. Соответственно, там было очень много встреч, очень много семинаров, конкурсов, лекций, каких-то челленджей. Все это было по разным регионам страны, куча городов. После этого мы стали уже окучивать, скажем так, Восточную Европу. Это было семь разных стран. В каждой стране было по три аж города. Там Чехия, Венгрия, Польша, Румыния. Вот недавно была Турция, скоро будет Эстония. И вот очень скоро Маргарита Экспресс, об этом мы тоже расскажем. Вот буквально сейчас мы должны были анонсировать конкурс Patron Perfectionist. Это офигительный конкурс. Я не знаю, уместно ли так все-таки сравнивать, но это как бы текильный, очень крутой, супер премиальный легаси. Действительно, очень такой топовый конкурс, очень такой знаковый, на самом деле максимально поддерживающий любых бартенеров по всему миру. Это прям здорово. Ну, все вы знаете, что началась эта катавасия, и пришлось это немножко отложить, но ни в коем случае не отменить. Поэтому очень скоро будет еще один этап Маргарита Экспресс, это Patron Perfectionist, об этом мы будем вам рассказывать, показывать и так далее. И вот совсем недавно мы организовали такие вот разные и разовые семинары Маргарита Экспресс Special Edition вместе с Максимом Гореликом. Конечно, при поддержке компании Bacardi Martini и Bacardi Martini проходили эти мероприятия в Москве в офисе компании Bacardi Martini и, соответственно, в Петербурге у нашей школы Bacardi Martini. И теперь у нас есть третья часть Маргарита Экспресс Special Edition, это, соответственно, вот онлайн. Да, поэтому если что-то вдруг непонятно, что за Special Edition, какой нахер Маргарита Экспресс, при чем здесь текила, пожалуйста, самое главное, неправильных вопросов, глупых вопросов не бывает. Нет, спрашивайте, задавайте вопросы, для нас самое главное, чтобы все были на одной волне. Чем больше у нас у всех знаний, чем больше умений, навыков, тем больше у нас у всех хорошей работы. Поэтому в этом смысле прям такое вам домашнее задание спрашивать до бесконечности любую ахинею. Нам это будет очень приятно. Все, Макс, Макс разработал нам семинар, разработал презентацию. Соответственно, Макс действительно, о чем мы будем друг друга представлять, либо и так все знают? Ну, давай представим. Давай представим. Кто-то может друг не знает. Я быстро про себя. Меня зовут Артем, я совладелец Элькапитес Бара, Палома Кантин и многих разных наших проектов. То есть, будь то тот самый Маргарита Экспресс проект, либо Бартернас Фэктори, либо Школа, либо Мистер Мурка, это наше производство фартуков. Короче, очень много всего. Я представляю Петербург. Приехал я в Петербург только за открытием бара и уже очень давно работаю с компанией. Чего? Приехал за открытием одного бара, пооткрывал уже много чего. Да, да, да. И работаю я с компанией Бакарди Мартини уже довольно давно. И это мой как бы титульный друг и партнер уже, наверное, лет семь. Поэтому вот я участвую в таком образе в этом проекте. Макс? Так, ребят, те, кто меня не знает, меня зовут Максим. Я являюсь трейд-ампассадором Бакарди Мартини уже на протяжении почти трех лет. Также на протяжении почти трех лет я являюсь шеф-барменом небольшой пока ресторанной группы «Лаки», что находится в Москве. У нас четыре проекта. Маргарита Бестро, «Лаки Закая Бар», «Ева» и «Лора». Это вкратце. Ну, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто пришел к нам на вебинар, потому что сейчас просто огромное количество всяких тренингов, семинаров, лайвов проходит. Я просто открываю Инстаграм порой, и у меня там 10 лайвов подряд идет. Я не понимаю, кто сейчас это все сможет освоить, осилить и просмотреть. Но, во всяком случае, находятся люди, те, кому это интересно. И для меня удивительно, что бармены, та профессия, которая сейчас оказалась, одна из тех, которая оказалась реально на дне, можно так сказать. Да, действительно, многим тяжело, многим не оплачивается апрельский месяц и так далее. Но при этом, как мы видим, мы продолжаем жаждать знаний, мы хотим обучаться. И спасибо вам тем, кто сидит дома, имеет возможность сидеть дома и дает возможность нам побыстрее из этого кризиса выйти и начать дальше свою работу. Отлично. И я думаю, что те, кто постоянно не боится и желает обучаться, даже в такие тяжелые времена, те могут не бояться будущего, потому что крутые специалисты, крутые профи, они всегда будут нужны. Наша интеллектуальная собственность никуда не денется. Все, что мы узнаем, это остается с нами и не влияет на курс доллара, евро и так далее. Все у нас будет классно. В общем, ну что, Тёма, погнали. Давай, я только за. Так как мы с Артёмом тут единственные, кто говорит, поэтому используйте активный чат, мы будем задавать какие-то вопросы. Те, кто готов вписываться сразу, пишите вопросы, комментарии, мы будем их отвечать. Напомню, у нас всего до 4 часов вебинар, то есть у нас осталось сейчас 50, поэтому не будем терять времени. Ну что, мы сегодня будем говорить о текиле, о том напитке, который действительно еще когда-то в начале 20 века был не совсем таким значимым, большим, да, и ни в коем случае он не был. Нельзя было бы подумать, что текила может занимать позиции и категории супер премиум класса, да. То есть это был такой обыденный напиток, да, к нему серьезно не относились. И сейчас это напиток, который лидирует, да, и наращивает с каждым годом свои продажи, да, то есть напиток категорично все более-более интересным нашим гостям и нам с вами. На первом слайде вы увидите веселых парней, наверняка многие из вас смотрели прекраснейший фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и этот, почему выбраны были именно эти ребята, потому что, наверное, они как раз ярко характеризуют представление и отношение вообще к текиле в начале 20 века, да. Когда текилу воспринимали исключительно как напиток увеселяющий, недорогой, который классно вставляет, дает настроение и все становится круто и здорово. Наверняка каждый из вас, когда пробовал первый раз текилу, впоследствии потом о ней вспоминал, но только, наверное, плохим словом, да, потому что это всегда болела голова, было плохо. И гости, которые к нам приходят чаще всего, когда заказывают текилу, ну, хотят что-то выпить, мы им можем предложить текилу, они такие, нет, 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 это же, я не хочу сегодня забыть вечер, у меня большие планы на завтрашний день и так далее и тому подобное. И поэтому сейчас отношение к текиле меняется, и как оно меняется, мы во время нашей презентации проследим. Сейчас, пожалуйста, у тех, кто сидит за компьютером, наверное, из телефона может просто писать в комментариях, какие главные стереотипы напишите, связанные с текилом, с текилой вы знаете, какие чаще всего вы встречали и встречаете, может быть, до сих пор, какие главные стереотипы? Ребята, там чат есть, там все нормально работает, кто-нибудь может писать? Да, кстати, да. Ну? Так, что-то у меня вылезло. Вот, чат должен сейчас открыться, да. Ну? Нет? Ребята, у вас сейчас должен быть вот уведомление, пошли уведомления, запись. Так, те, кто пишет уведомление, запись будет, я получаю уведомление. Не, выключай чат, потому что мне ребята в WhatsApp пишут, что они чат не видят. Смотри. Вот сейчас открылся, говорят. Сейчас открылся, говорят, да? Когда полноэкранный режим ухожу, чат отключается. Когда выхожу, чат включается. Ты полноэкранный не включай просто свою камеру, оставь ее маленькой и тогда у всех будет работать. Покое, камеру, камера, что тебе сделала? Все, все. Оставь покой, камера. Сейчас камера, наш главный, главный друг просто. Погнали. Ну что говорят? Пишут, что это кактус. Кактус, ну конечно. Водка. Агава, кактус. Водка. Что еще? Это мы вообще любим. В сравнении с кактусом очень хорошо. Что еще? Не скалим. Вот правильно. Вот Зинченко, молодец. Зинченко точно смотрел Страханина, если у вас в Егасе. Конечно. Так, а кактусы. А что еще? Что еще? Ну какой самое главное? Галлюциноген, да? То, что текила нереально там вставляет. Соль, лайм. Вот. Это любимое. Вечеринки, тусовки. Да, все на самом деле. Это же родственник Лилии и Нарцисса. Нарцисса Агавы. Нарцисса. Ну если Пьер Нарцисса, то да. Тогда родственник. Это точно. Ну смотрите, то, что мы сейчас перечислили, да, это одни, наверное, из основных и главных стереотипов, которые где-то до сих пор еще остаются. Какие-то уже, конечно, уходят в небытие, да. Я уже надеюсь, что мало людей, которые думают о том, что текилу производят из кактуса. По большей части уже таких стереотипов практически нет, но да, они, конечно, еще остались. Потребление соль и лайм, да. Вот Артем может рассказать, кто придумал вот это вот потребление с солью, с лаймом. Слушайте, это действительно были 70-е годы. Один из суп... Я не знаю, можно ли сейчас другие бренды называть, да, но вот есть версия. Как вы думаете, Альмека либо Сауза это выдумала? Какие версии? Ну, есть там версии? Так, Артем подготовился. Макс, где твоя бутылка? Так это его бутылка, понимаете? Он ее благословил и оставил. На самом деле, я просто не буду называть бренд, один из самых мощных брендов запустил вот этот вот рекламную, рекламную даже не компанию, а рекламную сопроводительную акцию. Потому что в те времена текила, которая пушилась на экспорт, в основном была только микс, мы об этом поговорим, чем они отличаются. В чем самый главный лохотрон? Микса текилы, текилы из 100% голубой агавы, выдержанной, кристаллиной и так далее. Так вот микс-то, конечно, текила, не характеризующая вообще никакой вкус исходного сырья. Ты не можешь понять, на основе какого сырья была создана эта жидкость, этот продукт. И поэтому нужно было сделать так, вот вдумайтесь, какой интересный ход, сделать так, чтобы этот продукт был непроцессуальный. Я вот вряд ли встречал человека, который бы мог в процессе облизнул, опрокинул, закусил. Я думаю, что каждый из вас это пробовал. Ты сначала там лижешь лайм, точнее лижешь соль, после этого бахаешь, после этого кусаешь лаймик. Чтобы вы в это время после облизывания, вы потихонечку цедили, интересно кайфовали и анализировали вкус ароматические какие-то подтексты, а потом закусывали лаймом. Нет, вся эта процессуальность, она направлена только на раз, два, три. То есть второй пункт, как раз жидкость, как раз в стиле шоттинга, так называемый, да, либо там шутерство, как кто называет. То есть бахнуть. А раз ты бахаешь, значит, ты не успеваешь проанализировать процесс. Самый главный результат. И зная сильные и, самое главное, слабые стороны своего продукта, те самые производители решили, а давайте мы придумаем такую процессуальность. Это, на самом деле, гениальный ход для того, чтобы ни в коем случае не давать потребителю ощутить, ну, как бы, мягко говоря, спорный вкус и вообще присутствие или отсутствие этого вкуса в этом продукте. Поэтому это было клево, это было придумано реально в 70-х годах как часть маркетинговой компании. И до сих пор существует. Я не знаю ни одного бартендера, который не видел бы этот процесс употребления. Я думаю, каждый из вас это видел. Облизнул, опрокинул, закусил. И сейчас только начинается тенденция, ну, в мире она давно-давно стартовала, мы, как обычно, пытаемся все это ухватить, восприятие текилы и вообще агавых спиртов, агавых спиртов. А их очень много. Текила, Россия, бочонора, мискаль и так далее, и так далее. То есть там сатол как что-то такое процессуальное. Поэтому на самом деле действительно люди понимали, производители не будут называть бренд, сильные и слабые стороны своего продукта и выдумали какой-то интересный процесс. Вот так. Ну, на самом деле, еще такое сделало заключение о том, что почему именно такое потребление могло так зайти, стать популярным. Потому что это действительно был гениальный маркетинговый ход. И люди знакомились с категорией текилой, да, но даже несмотря на то, что не пили микс-то. И как сказал Артем, микс-то это... Когда ты пьешь микс, ты не можешь узнать вкус настоящей текилы, потому что там смесь сахаров и от агавы ничего не остается. Люди знакомились с данной категорией благодаря неким процессам, да, неким вот таким вот традициям потребления. И тем самым они приходили в бары и могли там заказывать текилу, потому что им еще нравился вот этот вот некий ритуал потребления. Да, лизнул, выпил, закусил. Это было прикольно и здорово. И когда они помогли приходить там в компании друзей, я заказывал там один себе текилу и говорил, типа, вот, а ты знаешь, как пить? Кто-то вообще там не знал, да, как выпивать текилу. Типа, да, я тебе сейчас научу. Вот так вот соль насыпаешь, там, лижешь, выпиваешь, закусываешь. То есть это ритуал, который в том числе также продвигал, потому что напиток забугольный, да, для Восточной Европы он абсолютно незнакомый, категория очень новая, и поэтому это было действительно, ритуал помогал знакомиться всем. Да, вот как говорят в чате, да, ритуалы всегда качают. Ритуалы помогли в том числе данной категории продвигаться вперед, потому что напиток, ну что, невыдержанный, напиток абсолютно белый, непонятный, ну, типа, привезли с Мексики, ну, как-то его надо продвигать, это в том числе помогло. А сейчас, конечно, мы от этого отходим и стараемся гостям нашим присваивать культуру потребления правильной текилы. И сейчас... Ребят, 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 извините, Макс, те, кто волнуется, будет ли запись, потому что пропадает, может быть, звук изображения. Во-первых, это все записывается и, может быть, пропадает, потому что плохая связь не у нас, а, может быть, плохая связь у передатчиков, либо как бы приемного агрегатора, да, у вас. Не волнуйтесь, все это будет записано, можно потом в итоге посмотреть, там, задать вопросы и так далее. Если вдруг что-то непонятно в данный момент, что-то вы там, ну, не расслышали еще, пишите вопросы, мы еще раз проанализируем, еще раз подчеркнем, и я думаю, что всем понравится. Хорошо? Не волнуйтесь. В любом случае, я думаю, Макс меня поддержит. Мы потом прокомментируем наши телефоны в WhatsApp, в любом случае, если вдруг что-то вы там застеснялись, побоялись, что сейчас все закончится и так далее, и так далее, мы постфактум потом ответим лично на все вопросы, если вдруг вы постесняетесь, окей? Не волнуйтесь. Да, ребят, к сожалению, вот смотрите, у нас все работает, есть несколько причин. Возможно, у вас хороший интернет, но старый ноутбук, он нечищенный, там, я не знаю, у него сервак может глючить, телефон может глючить и так далее, да? Вот, а если у вас совсем прям сильно-сильно все лагает, пропадает звук и картинки и тому подобное, не расстраивайтесь, на следующей неделе на нашем сайте, на вот сайте Lektoria, bpro.bar, я напишу сейчас в чат, вот, будет запись. Но настоятельно рекомендую все-таки наладить, потому что вживую смотреть намного приятнее, да, и напрямую можно общаться с ребятами. Да, 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 да. Ну вот, Давид пишет, что перезагрузил и все заработал. Вот, что сейчас, можно сказать, да, о Текиле, что как категория развивается, да, но развивается при том, что и микс растет, но и в том числе с большим таким темпом развивается Текиле 100% голубой Агавы. Вот, почему развивается? Ну, потому что люди стали действительно там понимать, что они хотят пить, да, что они в себя потребляют, люди стали более образованные в этом плане, многие, если мы говорим опять же, сравниваем со странами СНГ, что люди стали больше путешествовать, больше знакомиться с культурой других стран, знать, что люди едят, да, то есть просто люди стали более насмотренные и, конечно, они теперь многие хотят знать, понимать, что они едят и что они пьют в том числе, да, то есть если раньше мы ели повсеместно там пиццу, маргарита, пасту и суши и запивали все это Текилой, слаймом и солью, то теперь, конечно, люди стали более образованы, они хотят знать, откуда им привезли вот это зерно, пачку кофе, да, теперь хотят знать, откуда вот Текила и как ее правильно пить и так далее, в том числе Текила развивается и, ну, начинает развивать, развиваться как категория выдержанных, да, образцах, выдержанных спиртах, о чем нельзя было бы подумать в начале 20 века, что Текила начнет занимать какие-то позиции и отбирать их у виски того же коньяка и так далее, то есть выдержанные образцы Текилы тоже стали продвигать категорию среди людей, которые выбирают выдержанные образцы, ну и, конечно, развивает категорию, это какие-то традиционные методы производства, да, как, например, Тахона, о которой мы будем говорить на примере Текилы Патрон, это наша основная такая вот идея, фикс, благодаря которой Текила Патроны появилась, да, то есть использование метода Тахона, который практически никто, никто из производителей не использует вообще даже на данный момент, когда на примере Текилы Патрон, который является одной из лидеров Текилы Премиум класса, который производит методом Тахона, никто сейчас все равно не применяет практически, да, то есть мы на цифрах чуть позже скажем, то есть Текила как категория растет за счет того, что люди стали понимать и выбирать правильные вкусные напитки, то есть теперь люди едят и пьют ради вкуса, действительно, и это очень здорово, это подкупает. Так, Артем, будем сразу на вопросы отвечать, как ты думаешь? Вот пишет Тану, скажите какие-то слова. Давайте, давай попробуем вначале, а потом, слушай, давай все-таки нет, не так, ребята, вы, пожалуйста, дослушайте, потому что скорее всего, скорее всего, на многие ваши вопросы мы ответим в процессе. Если вдруг что-то мы потупим и там через час вы не получите этот ответ, тогда продублируйте снова и мы на все ответим, потому что на многие, я действительно вижу эти вопросы, ответы есть там через слайд, через несколько слайдов, хорошо? Не волнуйтесь, мы не соскакиваем, просто так будет, ну, целесообразнее, мы пройдем через те слайды и потом... Давай, так согласен, так будет лучше. Что касаемо кактуса, да, то есть многие из вас написали, что действительно до сих пор какие-то люди считают о том, что текила производится исключительно из кактуса, да, то, что как-то Агава там похожа на кактус, на самом деле Агава на кактус не похожа и в дальнейшем будут еще у нас слайды там с Агавой, то есть Агава это скулент, то ли спаржа, то ли лилия, ботаники, как и мы, бартендеры, профессионалы, собираемся, постоянно что-то выясняем, ищем истину, то же самое, видимо, истину ищут и ботаники. Когда-то Агава была причислена, да, к семейству лилийных, да, теперь ее классифицируют в спаржу. Тот, кто читал книгу «Хмельной ботаник», там уже как раз Агава попадает под классификацию, под вид спаржевых. В Мексике Агава – это просто один из таких важных ресурсов, сравнить ее можно, наверное, как в России нефть, да, то есть нефть для России – это важный ресурс, на котором мы держимся, да, и как вы обращали внимание новости пару недель назад, там, на встрече ОПЕК, мы о чем-то не договорились, бах, все, курс полетел вверх, рубль начал падать. То же самое, в принципе, схоже и здесь, да, из Агавы – это важный ресурс, потому что из Агавы производится самый, там, популярный мексиканский алкогольный напиток, а алкоголь, в принципе, очень сильно помогает государственной казне, да, пополняться это. И поэтому Агава в финансовом плане сейчас, конечно, такой вот фундамент для Мексики и цены ее там на рынке также меняются постоянно. Что касаемо самого растения, то Агавы существует там порядка 250 различных видов, не все из них разрешено потреблять пищу и тем более производить алкоголь. Текила только из одного вида Агавы, да, мы знаем, это голубая Агава. Сейчас, Артем, если что, меня подправит, мискали с 30 видов Агавы разрешено для производства алкоголя. Тут очень важный момент, что это все постоянно меняется. Пока около того, но на самом деле, пока мы здесь разговариваем, через пару месяцев, может, это все политика, это все как бы целесообразность бизнес-wise, как они говорят, да, ну, в категории и в целях бизнеса. Пока около того, но многие, многие даже пишут Агава spirit, like mescal, то есть как мискаль, но это на самом деле, как скажем, категорийно не может быть отнесено к мискалю, но тем не менее Агавы spirit, если по всяким регуляциям не подходит. Ну, в общем, там черт ногу тловит, но пока около 30, пускай будет так. Да, то есть не все разрешены потребление пищи, а количество Агавы, которое разрешено на данном случае, там, текила, это одна уже давным-давно, да, с 1902 года разрешает только голубой Агавы использовать для текилы. Для мискаля, почему, опять же, в том говорить, сейчас мы можем сидеть и болтать об этом, а в это время в Мексике что-то может поменяться. Почему? Потому что мискалька категория сейчас тоже растет, с ней тоже знакомятся. И 10 лет назад в России там о мискале вообще не знали. 5 лет назад, когда там открывался Алекопитес, например, о мискале знали, наверное, ребята из Алекопитес и несли эту культуру, и все думали, да что это за напиток-то такой, никому неинтересно. Сейчас в каждом баре практически, вот в Москве, по крайней мере, стоит бутылка мискаля какого-нибудь, да стоит. Большие компании возят мискаль. И категория растет, и если растет категория, соответственно, ее необходимо регулировать. И мексиканцы, я думаю, сейчас тоже этим-то и занимаются активно. Они по чуть-чуть какие-то правила прививают, да, категории, и ее также стараются регулировать как текилу. Потому что если регуляции не будет, то возможно начнутся ее подделки, что негативно скажется уже на продаже, на производстве. Вот, то есть Агава выглядит, вот как раз голубая Агава таким образом. Ближайший родственник это Эсподин, голубой Агави. Из него производят как раз-таки мискаль. Об Агаве что-нибудь чертям хочешь добавить? Слушай, ну действительно Агава один из важных, даже не градообразующих элементов, а культура образующих. Потому что действительно, как все из вас, я думаю, читали и слышали, во-первых, мифология. Плотно связано любое описание каких-либо богов, все-таки ацтеки, альмеки, майя и вот наши как бы предки до испанского периода, они были язычниками. Что такое язычники? Язычники это люди, которые считают, что богов очень много и нет единого бога. А есть просто разные воплощения каких-то там событий, может быть природы, быта, растений. И все они могут друг друга, скажем так, перетекать. Поэтому на самом деле, если у тебя в твоем регионе, в маленькой деревушке, есть важнейший плод, важнейшее растение, это Агава, потому что из Агавы можно было делать пищу, делать напитки, делать орудия труда и оружия вообще, делать дома, все что угодно можно было делать на полном серьезе. То, наверное, в каждом регионе есть свои сплетни, свои мифы, свои сказания, свои предания и, конечно, свои концентрированные воплощения этой какой-то субстанции, которая и защищает, и курирует эту Агаву. Поэтому все-таки здесь не только бытовое применение, но очень какое-то спиритическое. То есть действительно вокруг Агавы было очень много разных сказаний, и поэтому, конечно, здесь и материальные ценности были заложены на основе вот этой самой Агавы применения. Конечно, нематериальные, духовные. Поэтому Агава все-таки, правда, если есть что-то самое важное и самое культурнообразующее вообще в этой Мезоамерике, потому что есть Северная Америка, есть Южная, а вот Перешеек, которой является Мексика, это Мезоамерика промежуточная. Соответственно, Мезоамерики – это, конечно же, Агава в разных абсолютно регионах, поэтому, конечно, как пишут модные журналисты, значение невозможно переоценить. Можно сколько угодно петь дифирамбой Агаве, и тем не менее все равно этого будет мало. Это прямо на полном серьезе. Поэтому здесь на фотографии мы вдвоем с Игорем. Мы были на Хосиенде Патрон. Соответственно, мы об этом еще поговорим. Это родина, и это место производства вот этой текилы супер-премиума сегмента Патрон. И мы как раз вместе с их химодорами, текильеры, наискивали нужные пиньи, нужные как раз вот эти вот самые ростки, и выбирали, и потом отрезали, конечно, вот эти вот, ну, назовем это листочки, такие колючие. Ну, на полном серьезе, они очень даже чуть ли там не с предысканием относятся к этому ко всему. Хотя до сих пор это является бизнесом, является средством существования, но очень уважительно до сих пор. Вот так. Ну, то есть, если еще добавить по поводу культурной ценности, то из Агавы действительно люди, там, древние ацтеки, они делали буквально для себя все. Они могли листьями там сделать себе крышу, да, накрывали свои какие-то хижины. Они Агаву ели, пили, о напитке, да, мы первым сейчас поговорим, на следующем слайде. Из Агавы они вшили себе, ну, просто одежду, да, то есть Агава, она волокнистая, да, и на листьях есть иглы, и вот они благодаря, вот Агаве, в принципе, могли себя обеспечить на жизнь. И сейчас, в принципе, они делают то же самое, обеспечивают себя на жизнь, да, государство, но уже форматируя Агаву в жидкость, да, в текилу, либо в мискале продавая ее. Вот. Первый напиток, о котором хочется поговорить, это пульке. Кто-нибудь пробовал пульке, кроме Артема и Дениса Темного, который сейчас смотрит? Кто пробовал еще пульке? Напишите в чат, плюсик, пожалуйста, интересно. И есть ли такие счастливчики? Я не пробовал. Мы должны были, да, вот поехать в апреле на Сиенду Патрон. Да. Но пока не сложилось. Нет, нет, напишите те, кто пробовал. Если нет, ну, поймем, что наверняка многие еще не пробовали пульке. В общем, пока начну. Кто-то первый раз вообще слышит, я ел Агава. Коля говорит, в Питере Агава продают или Коля ездил? И Коля, во-первых, ест все, что видит, поэтому он не... Ему говоришь, это Агава, он ест. Он ест, он может лицо своего недруга съесть, поэтому вообще аккуратней с Колей. В общем, не, о пульке вот сейчас как раз на вопрос, если в России, вот как я говорил Артем, мы будем сейчас отвечать на эти вопросы в принципе. Пульке, пульке это напиток, которого вы по-настоящему, ну, такого трушного, пульке можно выпить только в Мексике. Какие-то образцы поставляются в Соединенных Штатах Америки, но это все не класс, это не тру, это не бро, как любит Артем говорить. А почему? Потому что это напиток живого брожения. Кто-нибудь из вас наверняка в детстве, может быть, в сознательном, взрослом возрасте добывал березовый сок, да, в сезон. Здесь происходит, ну, аналогичная ситуация. В Агаве, как показано на слайде, делается небольшое отверстие в полость, да, в которое начинает себя заполнять соком и отдавая сахар, да. Для чего это делает растение? Ну, чтобы себя защитить от окружающей среды, да. Растение поранили, растение дает сок, чтобы эту рану закрыть, да, чтобы она зажила. Как и береза, да, то есть береза дает сок, старает себя защитить, ну, а там, как бы, человек умнее березы, и он добывает из березы сок. То же самое здесь растение дает сок, буквально до, там, трех-четырех литров растения может за сутки отдавать этого сока. Хитрые, умные умельцы, мексиканцы этот сок вычерпывают, как в данном случае, например, вычерпывают эту тыква, да, такая, в которой делает полость, он это выкачивает либо черпаками, но чем угодно. Он из полости выкачивает, вычерпывается сок и сливается в емкость. При такой температуре, да, средние, там, 25-30 градусов по Цельсию, при живых диких дрожжах, да, которые проживают на самих листьях агавы, сами понимаете, брожение начинается моментальное, да. То есть, вот этот сок, который богат сахаром, и дрожжи начинает этот сахар есть и запускает соображение. Сам по себе напиток может быть 4-6% содержания, ну, меньше, там, содержания спирта. По вкусу, но, Артем, расскажи нам, вот ты пробовал, у тебя есть голос здесь в вебинаре, расскажи, вкусно? Слушай, вкусно, ну, конечно, нужно пробовать очень-очень свежий. На самом деле, портится довольно быстро, потому что, сами знаете, что температура большая в Мексике, и очень быстро все это портится. На полном серьезе очень интересно наблюдать, как это все добывается. Мы с тобой, помнишь, у нас сейчас нет флипчарта, но на предыдущих наших занятиях был флипчарт, где я с удовольствием этими самыми лапами рисовал, как это происходит. Я думаю, что те, кто постарше, может, помнят, как бабушки, дедушки, может, мамы, папы кормили вас больных редькой, вычерпывали ложкой столовой верхушку редьки, редька как бы кровоточила своим соком, пытаясь, как говорит уже Макс, заживлять свою рану, но так как все-таки некоторые люди умнее берез и редьк, да, соответственно, ну, как бы, да, мы продолжали начерпывать. Но так как весь этот сок природный очень полезный, но неприятный, как и все полезное, как касторка, рыбежирь, вот эта редька проклятая, соответственно, наши бабушки закидали в зудомед, перемешивали, и все это как бы благоприятно влияло на наш организм. Ровно то же самое делают, ну, делают до сих пор, и делали наши, там, предки-мексиканцы, представители разных этих народностей. Они, интересно то, что иногда вот эти вот пиньи, а мы с вами еще пока не поговорили, потому что плод агавы называется пиньи, он похож реально на здоровущий ананас, он растет не в почве, а как будто на почве. Представьте, здоровущий ананас величиной с человека поставили на почву. И из этих вот, как бы, соответственно, пиньев растут такие вот острые, даже не колючки, а листья. А это вот и есть как бы агава, особенно если она большая. Соответственно, что мы делаем? Вот предыдущий слайд, там был хикара, хикара такая засушенная тыковка. Макс, а можешь отмотать на предыдущий слайд? Вот видите, мужчина, он просто отковырял верхние вот эти вот листочки, и, соответственно, отковырял настолько глубоко, буквально там на 10 сантиметров, может быть, и на 15, а гава начинает кровоточиться, потому что понимает, что что-то происходит не то, отламывает буквально с мясом от нее ее ростки. И пытается как будто бы заживить эту рану. А так как это суккулен, то есть тот плод, который впитывает в себя влагу и жидкость для того, чтобы дальше существовать, соответственно, она эту же жидкость использует для того, чтобы все как бы у себя залечивать. И в конечном итоге ты вот таким образом, если эта хикара вытянутая, соответственно, как говорит Макс, она с такими вот дырочками, ты, получается, как через трубку втягиваешь. Если нет этой хикары, соответственно, нет этой засушенной тыковки, ты делаешь каким угодно, хоть там какой-то палкой все это наковыриваешь. И вот пока вот этот вот плод вот таким вот образом, ну, опять же, извиняюсь за сравнение, кровоточит и дает сок, сок этот ферментируется, потому что есть летающие микроорганизмы в нашей атмосфере, назовем так, и плюс еще есть, конечно же, температура. Все мы помним, чтобы повысить скорость брожения, нужно повысить температуру брожения. Соответственно, температура позволяющая, и все это начинает походить на такой гриб, комбучу, но только околомолочную. То есть, на самом деле, такой алоэ, вот представьте, что у вас есть кумыс, алоэ и какой-нибудь спрайт, и все это все вместе. Кажется, что так себе, на самом деле, очень вкусно. И даже, мы об этом говорили на прошлых наших сессиях, я рисовал, пытался, многие понимали, что на самом деле этот напиток, он являлся самым важным, даже селообразующим, либо поселковообразующим элементом. Конечно, давным-давно могли знать про тайны вот этого возделывания и добычи этого пульки только избранные, сейчас об этом Макс еще расскажет, но с течением времени, конечно, все тайное становится явным, и потихоньку все, значит, представители просто народонаселения понимали, что это важнейший инструмент выживания, потому что, на самом деле, воду ты хрен, где найдешь, нет таких очистительных сооружений, и, на самом деле, колодец нигде-то не мог найти, и поэтому многие здоровущие пиньи, они являлись своего рода колодцами. То есть, условно говоря, какая-нибудь там большая семья отправлялась куда-то на поднятие целины непонятно куда и останавливалась именно в тех регионах, где было много таких вот пиньей. Даже типа, о, хорошо, вот это вот агава здоровущая, здесь мы будем есть прямо из нее, потому что все вы помните, что, вот, скажем, исторический способ пропитания, это был пиво, по-хорошему. Воды ты хрен где найдешь, а, как бы, пиво можно было сделать, и плюс оно и чище, и по мозгам дает, и калории есть, и вообще, в общем, ну, как бы не так сложно и существовать. И поэтому это, соответственно, такое вот до-мексиканское, до-испанское вот такое вот пиво рукотворное. И, соответственно, ты мог понять, что вот здесь вокруг твоего места остановки есть несколько больших пиней, оттуда ты можешь накушаться, и некоторые даже направления, там, какие-то проселочные дороги, какие-то пути сообщения между разными населенными пунктами, они и появлялись только в том направлении, где можно было по дороге организовать себе вот эти вот пиньи, вот эти вот рукотворные, полурукотворные и в то же самое время природные колодцы. Потому что ты шел далеко, тебе хотелось перекусить, у тебя была жажда, и, о, нифига себе, у тебя есть, как бы, да, гигантское вот это пине, можно там что-то отломить и, соответственно, как-то перекусить. На самом деле, некоторые народности даже выставляли каких-то конвоиров, чтобы ни в коем случае никто, ну, как бы, под покровом ночи не пробрался и не оттяпал эту Агаву, потому что это всеобщий колодец. То есть настолько Агава была культурообразующим и даже градообразующим, ну, назовем так, предприятием, да, доисторическим. Поэтому это очень важно. То есть это до сих пор остается. Да-да-да-да-да. То есть реально. Ну, ладно, вот здесь как раз вопрос такой, погибает ли растение после этого, он актуальный, мы об этом не упомянули. Растение может давать там до тысячи литров, да, за свой жизненный цикл вот этого сока, который преобразуется в польке после этого, оно погибает. Ну, либо не погибает, если ему дают возможность себя заживить и остановить вот эту кровоту. Тут очень важный момент, что, конечно, если это одна семья, которая курирует этот, назовем такой, природный полурукотворный колодец, конечно, должны быть старейшины, которые понимают весь потенциал этого колодца и этой пиньи. И, конечно, условно говоря, может быть, там были какие-то, ну, не знаю, назовем смены, когда можно что-то вычерпывать или нельзя. Но это, в принципе, как сейчас, да, можно сколько угодно вычерпывать колодец-колодец, он высыхает, и ты ждешь несколько лет, пока он снова, как бы, да, снова будет давать какие-то, ну, какие-то ресурсы. Поэтому, конечно, если отмороженно и бездумно юзать вот эту самую польке, которая выделяет свой сок, и потом он ферментируется, точнее, агаву, которая выделяет свой сок, и потом ферментируется до польке, конечно, можно и все вокруг себя иссушить. Но я думаю, что люди были адекватны, и коль скоро они делали свои вот эти календари, пирамиды и оставляли для потомства. Ну да. И польке, если, ну, в свое время, вот сейчас мы будем говорить о его священности, Артем уже упоминал, да, что это действительно такой вот важный был для сел образующий продукт, да, то есть действительно агаву там высаживали, переселялись, смогли переехать с одной точки А в точку Б, потому что знали, что между А и Б они могут перекусить этим напитком, да, или агавой. То уже там в начале, там, в 19-20 веке, в 19 веке польке уже не считался таким вот важным, да, продуктом, и в 20 веке некоторые там задумывались о том, чтобы вообще там, ну, запретить его, потому что некий там Роспотребнадзор смотрел на производство польке и понимали, что, ребят, что вы творите, у вас вообще какие-нибудь санитарные нормы соблюдаются при его производстве. Но здесь стоит отметить, что производства-то как такового глобального-то и нет, да, то есть этого польке, он, повторимся, что он не пастеризуется, да, его лучше пить свежим, и даже на следующий день, как говорил Артём, он совершенно другой. То есть то, что пастеризуют и отправляют в Соединённые Штаты, в Южные Штаты, то это совсем другой вкус, совсем другой напиток, и поэтому его не привозят к нам, потому что не имеет смысла вообще. Но когда-то это был священный напиток, да, и вот ещё немного об этом поговорю, и его пить польке могли исключительно там священнослужители, которые в древние времена не всегда являлись главными такими главенствующими фигурами практически любой национальности, могли пить эти напитки главы вот этих неких бан, да, поселений, могли выпивать беременные, старики и немощные, да, то есть это нам говорит о том, что этот напиток в том числе и питал, да, человека, то есть он обладает всеми такими микроэлементами, да, которые позволяют человеку, в принципе, жить, да, то есть он калорийный, это жидкость, да, то есть ты и попил, и поел, и всё, в принципе, здорово, классно ты можешь жить. То есть ограниченное количество людей могли, к сожалению, да, там, две тысячи лет назад допить этот напиток, то есть только священнослужители, какие-то важные шишки и больные и беременные. Если ты не являлся там чахотным или беременным, ты этот напиток пить не мог. И единственный праздник, который знают все, да, даже кто не знает Мексику, это День мёртвых, День мёртвых, всем смертным, вообще всем живым и смертным можно было пить этот напиток. И если вдруг тебя засекли за распитием вне праздника и обнаружили, что ты не старый и не больной, то могли тебя просто убить, да, ну, а так вот по истории вот этого пульки, да, то есть он из священного перешёл там селообразующий и постепенно скатился к обычному напитку, да, к некой такой браге, которая относится, ну, несерьёзно вообще, да, то есть и не уделяет ей должного внимания. То есть сейчас, конечно, фокус производителей Мексики сместился, конечно, на более такие рациональные напитки, как текила либо мискаль, да, которые можно продавать и делать постоянно какого-то качества. Ну и в принципе, почему пульки был популярным, потому что люди ещё не знавали метод дистилляции, они не знали, как можно превратить лёгкий спирт, ну, высокий, да, и мы сейчас об этом как раз и поговорим. Вот. Здесь хочется поговорить об истории, когда появился мискаль. Есть две, два, так сказать, мнения. Первое мнение то, что испанцы, приехав на территорию Южных Штатов, вернее, Соединённых Штатов Мексики, как официально, да, называется Мексика, они привезли метод дистилляции, ну, потому что европейцы уже от арабов узнали, как дистиллировать, у них уже были кубы, были знания, и они, приехав на территорию, конечно, обладая слабой логистикой в те времена, это начало 16 века, возить постоянно бино, бренди с Европы было невозможным, конечно, было логично производить алкоголь из местного сырья, который произрастает на территории Соединённых Штатов Мексики, ну, это понятно, агава. И в данном случае они, по первому мнению, решили этой агавой воспользоваться, да, то есть они бродили сок из неё и перегоняли уже в своих вот кубах медного типа, которые у них существовали. Есть второй вариант, да, Артём, вкратце можешь без рисунков, да, рассказать? Блин, ребят, настолько трепетный для меня вариант, быстренько. Есть версия, что конкистадоры научили мексиканцев вообще дистилляции, я в это категорически не верю, потому что разные антропологи, разные историки, причём не только мексиканские, потому что есть версия, что всё-таки своя рубашка ближе к телу, и ты будешь стараться промутировать свою культуру в качестве более значимой, более глубокой, более историчной, а на самом деле это не всегда правда, потому что мы же хотим всегда быть более старшими, чем мы есть на самом деле, чтобы как-то себя польстить, не всегда. Даже именитые культурологи, историки и антропологи вообще во всём мире считают, что дистилляция была до, есть так называемые филиппинские горны. Сейчас мне тяжело об этом рассказать, если хотите, напишите мне лично, либо в WhatsApp, либо в Инстаграме, ну как бы я вам там пришлю все наши возможные видосы. Так вот считается, что всё-таки на самом деле глиняные кубы, так называемые Риэл Минера, вот, это представители третьего направления, третьей категории производства мискаля, есть индастриал, есть артизм, есть ансэстрал. Ну, сейчас почему про мискаль и не про текилу, просто как бы мискаль предок текилы, это как бы старший брат текилы, поэтому мискаль, условно говоря, это просто самогон. Когда ты же сам что-то гонишь, ну понятно из чего, из агавы. Это всё мискаль, а дальше мы сейчас будем с вами разбираться. Так вот, самое интересное, что считается, чтобы обеспечить производство мискаля, нужно было глиняный куб, нужны были дрова и нужна была агава, ну то есть перебродившая. А это на самом деле возможно и до появления медной дистилляции. И на самом деле считается, что всё-таки мискаль был не средством увеселения там какого-то собрания людей, а на самом деле это был инструмент познания себя, познания богов и так далее. Основные жрецы вот разных вот этих вот каких-то групп, либо может быть народностей, они, во-первых, использовали свой peace pipe, то есть они накуривались, и как бы у них под куревом, под мискалём были какие-то ощущения видения, и они как-то давали, может быть, один из десяти раз у них что-то происходило более-менее адекватное, они старались как-то предугадать, и, конечно, они понимали, что чем больше знаний, тем больше вариантов влиять на народонаселение. Ну как, не знаю, местные вот эти, местные европейские алхимики, потому что все вы понимаете, что в основном все знания были в монашеских каких-то орденах, назовём так, каких-то кланах, то есть каких-то епархиях и так далее. То же самое было у местных, мезоамериканских вот этих жрецов, и, в принципе, мискаль необходим был для того, чтобы общаться с богами. То есть мискаль был инструментом, то есть все рождения, все похороны, все отмечания, какие-то там всё что угодно, какие-то празднества должны были происходить, используя мискаль. И на самом деле есть версия, что конкистадоры ни в коем случае не покорили вот этих ацтеках-альмеков майя, потому что они очень были воинствующие и довольно уверенные в себе, потому что они всё-таки сражались за родину, потому что это их родина. И есть версия, что они перекокали вот эти глиняные кубы. Сейчас я просто не буду рисовать, потому что негде, могу только на пальцах показать, но лично могу рассказать. И на самом деле взяли в плен глиняные прииски, глиняные месторождения, и только взяв в плен эту глину, то есть, соответственно, полностью отрезав народонаселение от возможности создавать эти кубы, эти вот как бы, получается, горшки, да, горшки такие глиняные, соответственно, это их были местные дистилляционные аппараты по принципу филиппинцев. Только тогда они понимали, что сейчас мы взяли в плен ваши кубы, соответственно, вы не можете сделать новые кубы из глины, потому что глину мы тоже забрали. И теперь повинуйтесь нам, пожалуйста, о местным вот этим, скажем, народностям или там племенам. Было абсолютно плевать, под кем ходить, главное иметь возможность общаться с богами. Ну, короче, довольно запутанная теория, но я в нее свято верю. Она, во-первых, романтическая, во-вторых, клевая. Короче, она правдивая. Романтическая, творческая, говорит, и правдивая. Да, но две версии, но, в принципе, даже вторая версия, там, вернее, первая про конкистадоров, она может легко связаться с версией вот этих горов, потому что, как ни крути, благодаря испанцам, мескаль, который в переводе как приготовленная агава из двух слов металла и экскали, приготовленная агава, уже популяризировался благодаря испанцам, да, которые приехали осваивать территории, искать золото. Вот, и поэтому, безусловно, к испанцам, во всяком случае, определенный респект, потому что они начали популяризировать вот этот вот дистиллят из агавы, мескаль, родина его считается до сих пор до штата Ахака, потому что считается, что там как раз и базировался отряд Фернана Оркортеса, который приехал из Испании в Мексику, да, и там, что-то Артем отключился в видео, и вот этот отряд Фернана Оркеста базировался в Ахаке, и, соответственно, там они стали производить приготовленную агаву или мескаль. Мескаль, да, это предок текилы, вот, и получается, как вы видите на графике, с начала 16 века первые прототипы текилы, почему мы называем текилу, потому что, ну, по факту это был еще мескаль, да, и уже из мескаля вот этот прототип, да, он превратился со временем в текилу, и первое начало экспорта, который стал популяризировать бренд, именно категорию текилы, это 1873 год, да, то есть конец 19 века, то есть практически 300 лет, производился повсеместно мескаль, становился традиционным и важным для... Ребята, а меня видно? Макс, извини, пожалуйста, что-то я тут затупил. Да, но Славе тоже видно, надеюсь, другим ребятам тоже. Ребят, а вам видно? Что-то я пытаюсь этот... Не могу сказать, что без меня ничего не получится, конечно. Да, видно. Видно, все, погнали. Спасибо, что-то я просто подтупил. И получается, как вы видите, на отрезке практически 300 лет производился мескаль, да, и являлся таким главным образующим напитком в Мексике, но сейчас почему-то первая ассоциация с Мексикой, когда мы говорим об алкоголе, это текила. Да, как так сложилось? Почему именно текила стала доминировать? Ну, кто-то только меня видит, написано. Кто-то нас вместе. Ну, здесь, ребят, это, наверное, зависит уже от вашего так же коннекта, но Артема кто-то видит, кто-то нет. Наверное, что перезагрузите браузер, либо подождите, обновитесь. Почему так сложилось? Ну, здесь все достаточно просто. Есть такой город текила в Мексике. И именно мескаль, который отправлялся из этого города, благодаря классной логистике и транспортной развязке в Соединенных Штатах Америки, именно он стал вот тем самым проводником от Мескаля, тем самым мостиком от Мескаля к текиле. Потому что на бочках, которые отправлялись из этого славного города текила, написано было «Вино Мескаль де Текила». И уже этот мескаль, который приезжал в Соединенные Штаты, его со временем к нему привили название текила. Опять же, почему? Потому что именно этот мескаль из города Текила выиграл там какой-то на выставке, занял какое-то призовое место. И почему еще, почему он его занял, да, почему он выделился среди других мескалей, бытует мнение, да, то, что именно в этом городе появился первый ректификационный куб, да, ректификационная колонна, которая позволяла на тот момент производить легкие свежие спирты. По истории ромов можно прекрасно проследить то, что качество спиртов, ну, в 18-19 веке было, мягко говоря, не очень. И поэтому появился в свое время и ром Боккарди, потому что понял, что ниша свободная, да, можно делать качественный продукт, потому что других качественных продуктов нет вообще. А качественный продукт означал очищенный легкий какой-то спирт, да, который будет гораздо мягче, приятнее, легче питься людям, да, потому что то, что производили раньше, производили большинство там людей Мексики, производителей без какого-то образования, да, то есть на пальцах им когда-то кто-то объяснил, отсечку голов, хвостов там вообще никто не затрагивал, да, как бы производишь и производишь. Если приехать там в глухую деревню в Сибири, в принципе, там тоже можно проследить, как гонят самогон, как бы отсечки хвостов, голов, которые содержат как раз не самые приятные эфиры, благодаря которым действительно организм отравляется и благодаря которому у спирта появляется нежелательный вкус, вот таких спиртов было огромное количество. И именно вот эта ректификационная колонна, которую многие там хаят теперь, потому что она производит слишком, да, вот легкие спирты без вкуса и запаха, она позволила создать мискаль, который был, в отличие от других, более таким легким и свежим. И так вот сложилось, да, ректификационная колонна, классное сообщение между городом Текилы с Соединенными Штатами Америки позволило вот этому мискалю из города Текила прижиться, да, и привить к себе название Текила. И уже спустя 30 лет у вот этой новой категории, которую сами придумали мексиканцы, появился первый закон, это в 1902 году, к данной категории присвоили сорт Агавы, голубая Агава. Теперь, внимание, вопрос, давайте в чат напишем, как вы думаете, почему выбрали именно данный сорт Агавы, повторюсь, 250 различных видов, даже если из них 60-80 пригодны к тому, чтобы производить алкоголь, но выбрали именно голубую Агаву. Почему? А здесь должна быть музыка такая, как из поля чудес. Когда он доходит до финальной суперигры, и там нужно отгадать три слова. «Самая легко культивируемая и неприхотливая, самая сочная», пишет Дмитрий Волков. Дмитрий Волков все знает наверняка о Багаве. Больше сахара. Но не будем тянуть время, у нас осталось всего лишь час, и в том числе и достаточно сахара, и самое главное, потому что она легко культивировалась человеком, и культивируется человеком до сих пор. Многие переживают за ее кризис, но именно эта Агава позволила спланировать рост. Наверняка о таком росте мексиканцы еще в начале 20 века и не думали, как сейчас растет категория текила, но именно благодаря этому сорту удалось спланировать и понять, что именно культивируемая Агава, которая может культивироваться легко человеком, подойдет для популяризации напитка. То есть сами вот сейчас необходимо усвоить то, что эта категория появилась, ну, можно сказать, искусственно, да, ее создали. То есть не 300 лет производили из голубой Агавы какой-то спирт, и потом пришли к тому, да, надо защитить вот это наименование и сделать его самобытным. Нет, то есть до конца 19 века производили в основном мескаль из различных сортов Агавы и только к началу 20 века пришли к тому, что необходимо эту категорию, да, прокачать и познакомить весь мир с напитком. То есть если начали бы так пушить мескаль, да, из эсподина и других сортов, то наверняка бы что-то вышло. Наверняка бы люди познакомились, потому что количество было бы ограничено. Вы на каждой бутылке, вот здесь вот можете обратить внимание, вот красную обведу, есть такая вот всегда аббревиатура CRT или гарант качества. Тем, расскажешь про CRT-шников? Ну да, CRT, это концепция регулятора ДТКила, то есть это такой своеобразный орган, ну, назовем это ГОСТ, да, или тот самый Роспотребнадзор, который, ну, даже это все вместе, который контролирует вообще производство. Условно говоря, нужно помнить, что как у нас, как говорил Макс до этого, у нас самый главный экспортный продукт это нефть, самый главный экспортный продукт это текила, мескаль и все, что связано с агавой, потому что больше практически, там, конечно, много очень продуктов, почти 80% всех возможных там овощей, иногда фруктов, вот можно встретить в Мексике, потому что давно, то есть подходящий климат, но, тем не менее, все равно агава и все производные от агавы это мощнейший бизнес. А бизнес требует, что такое бизнес? Это дело, дословно, которое зарабатывает деньги, а деньги счет любит, а значит нужны какие-то правила, чтобы ни в коем случае никто не пытался устроить какой-то контрафакт, чтобы никто не пытался как-то на этом нажиться, и, конечно, государство должно контролировать, потому что любые продажи облагаются налогами, а значит и государство должно с этих налогов как-то питаться и вообще всячески помогать, поддерживать этот бизнес, потому что не будет бизнеса, не будет, соответственно, никакого прироста. Поэтому в конце регулятора Детекила это тот орган, который контролирует все возможные соблюдения этих правил и регуляций для того, чтобы ни в коем случае не, скажем так, не подвести потребителя. Казалось бы, у нас капитализм, я сам должен знать, какие правила я должен соблюдать, чтобы мой потребитель выбирал. Но так как все-таки текила и агавовые спириты это не только продукт, но еще и процессуальность, и ритуал, и тусе, как мы уже сказали, иногда эта экзотичность, она переваливает и она становится во главу угла гораздо больше, чем качество. И поэтому, если человек видит текилу, значит, наверное, арива, хе-хея, закусил конкурс, мокрые хмойки, но тем не менее, все равно качество нужно производить. Соответствующее. И, соответственно, государство должно помогать. Соответственно, что государство делает? Есть определенные, скажем так, не знаю, агенты, которые на полном серьезе, я был на очень многих производствах и смотрел, как вот эти вот такие строгие, в очечках, в белых рубашках, представители вот этой организации, как наши, не знаю, ну, пускай такое, текильное ФСБ, назовем это так, немножко как бы строго, но тем не менее, приходят и проверяют все возможные печати, все возможные крепости после первой и второй дистилляции, какую угодно, все возможные добавки, соответственно, берут какие-то пробы на анализ, лаборатории, чтобы, к примеру, условно говоря, во время вытяжки ничего не добавлялось лишнего, а вы понимаете, что, ну, как бы выдержка и там какие-нибудь эти карамели, либо там дубовая щепка все на свете, чтобы была определенная гигиена соблюдена на производство, чтобы были даже нормальные взаимодействия с профсоюзами вот этих химодоров, которые, соответственно, выращивают агаву, которые там срубают, то есть на полном серьезе это такой орган, который полностью, полностью посвящен прослеживанию всех возможных нюансов при производстве текилы. Есть в конце коррегулятора декилы, есть CRM, в конце коррегулятора демискаль. Соответственно, текила гораздо мощнее, потому что 90%, а то и 95% всех возможных экспортов это все-таки текила, потому что мискаль только набирает обороты. Это самая быстро развивающаяся категория, но, тем не менее, текила, конечно, это массивный, массивный подтекст, такой массивной категории, поэтому это то, что помогает стране следить за качеством производимого товара. То есть, получилось так, что, как на предыдущем слайде было написано, появились законы в 1974-76 году о том, что необходимо определить штаты, определить количество сахаров, процентное содержание сахаров в текиле, и защитили, в принципе, наименование текила, с 1976 года, никто не может именоваться текила, даже в Мексике, кроме вот этих пяти штатов определенных там правил. То есть, правила ввели, а кто будет это контролировать, не было придумано, то есть, в 90-х годах только появилась вот эта вот ФСБ текила, то есть, 20 лет, в принципе, были правила, но кто их будет соблюдать, да, без определенного надзора, ну, конечно, никто не додумался, да, сделать. Вот, и появилась такая вот организация, которая строго следит за выполнением всех правил. Подытожим. Чтобы наименоваться, именоваться текилой, необходимо выполнить, да, там, несколько правил. И текила, безусловно, является не только самым, одним из самых быстрорастущих категорий, да, напитков крепкоалкогольных, но это одна из самых строго регламентируемых категорий безкрепкого алкоголя. А текила производится только из, если мы говорим об агаве, только из голубой агавы, да, то есть, сахара другой агавы участвовать в производстве текилы не могут вообще. И у нас есть текила 100%, да, который производится только из сахаров 100% голубой агавы. Больше никакого сырья не участвует вообще. Только сок голубой агавы и все. И есть еще микс-то, Артем говорил об этом в самом начале, да, и микс-то формировало представление многих о текиле. Шутки шутит на Николай. И есть категория микс-то, в которой разрешено использовать минимум 51% сахар голубой агавы и 49% других сахаров, свекла, картошки и так далее. И здесь еще раз важно запомнить, то, что микс-то это не смесь спиртов, а смесь именно сахаров, да, смесь сырья. И когда вот это сырье перегоняется спирт, конечно, уже вкуса от агавы не остается, потому что другие сахара преобладают над сахарами агавы, поэтому микс-то это не бро, а текилой 100% голубой агавы бро. При этом, каждый из этих спиртов обязательно производится в этих пяти штатах Мексики. То есть нельзя произвести спирт где-нибудь там в Соединенных Штатах Америки из картошки из спирта из агавы там в там ауле пасти и потом их смешать. Нет. То есть здесь изначально сырье смешится и перегоняется на территории Соединенных Штатах Мексики. И важно понимать, в чем еще там отличие может быть то, что у микс-то не бывает вообще, ну я по крайней мере не видел выдержанных образцов, да, это всегда белое либо золотая текила, золотая всегда подкрашивается карамелью. Выдержанный, золотой, микс-то нет вообще. И есть текила 100% голубой агавы, которая как раз развивает категорию благодаря различным выдержанным образцам, да, это репосада, а нехо мы о выдержанном поговорим. Есть еще экстра-онехо, категория новая, которая появилась в 21 веке. Каждая компания, в том числе и патрон, выпускает какие-то определенные релизы в небольшом формате, которые тоже придают какую-то пикантную ноту, как, например, патрон смоки, да, то есть текила как категория развивается и как вот мы можем наблюдать завистки, там, да, выдерживаться в различных бочках и так далее. И в чем еще главное отличие, то что микс-то после того, как произведена, да, то есть именно спирт, она уже государством особо не контролируется. Можно выкупить цистерну спирта уже готового, да, и перевезти в мытище или ко мне в химки и разлить ее по бутылкам и выпустить на продажу. Текила из стопроцентной голубой агавы выезжает из Мексики уже в бутылке, да, то есть ее, она не разливается уже где угодно, то есть это уже укомплектованный продукт, который выезжает из Мексики, то есть контроль над ней максимальный, да, например, виски шотландский может разливаться вне территории Шотландии, то есть уже более контролируемый, чем шотландский виски даже. Ну что, у нас осталось немного времени, а сейчас 14.08, у нас 52 минуты, я думаю, мы еще за 40 минут уложимся и расскажем про патрон, и потом перейдем к вопросам и ответам. Ну что, текила патрон, наш хедлайнер сегодняшнего вечера, вот у Артема стоит, бутылка напротив него, у меня, вон там он на фоне, маленькая бутылочка стоит. Так, ну что, текила патрон, молодой бренд, в 89 году этот бренд появился и сразу наметил, занял категорию супер премиум класса, да, в категории текила, когда, и можно даже назвать текилу патрон пионером в этой категории, потому что никто, в принципе, особо не задумывался о том, что текила может быть супер премиум классом, и есть даже пример того, что в 20 веке, там, в середине 20 века мексиканцам было стрёмно там угощать своих гостей, которых они принимали дома текилу, потому что текила являлась напитком, ну, посредственным, обычным, обыденным, и круто было его угостить всегда там бутылкой шотландского виски, и вот именно с такой текилы, как патрон, да, началась история о том, что текила может быть премиум класса текила может быть качественным продуктом, выдержанным, либо невыдержанным вообще, и появилась текила с таким лозунгом, мы не забрели текилу, мы просто сделали её идеальной, прежде чем перейти к разбору текили, давайте посмотрим видео, которое мотивирует, заряжает энергию, рассказывает о том, как производят текилу патрон. всегда как будто первый раз «Музыка» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, на вас такое же впечатление произвело видео, как на Артема. В этом ролике было показано вообще все. Тебя видно, Артем, если что. В этом ролике было показано все производство, да, такие вот патроны. Макс, ты куда пропал? Я здесь, меня не слышно? Подожди. Короче, Макса нет или Макс есть? Макс, ты есть? Я здесь, слышно меня? А, все, окей. Не пропал, короче. Да, в этом ролике было показано все производство, от сбора агавы до розлива по бутылкам. И сейчас поэтапно по всему этому пройдем. Но начнем мы с вот этого немолодого человека. Основатель, идеолог, текилы патрона. Кто пишет, что я пропал? Я здесь. Вот у Сергея всегда либо я, либо Артем пропадаем. Это Джон Пол Диджори. Вкратце о нем. Что это за человек и что он сделал? Полу-грек, полу-итальянец, да, то есть жил с детства в Южных Штатах Америки, да, в Калифорнии, жил в приемной семье. Это тот пример человека, который себя сделал миллиардером с нуля, то есть не имел никаких, там, никакого наследства, ему никто не оставил денег, не имел никаких до этого инвестиций. Он сам заработал на первоначальный капитал и стал его приумножать. Вот. Чем он знаменит? Помимо патрона он был у руля и вообще становился его сооснователем такой косметической линии, как Пол Митчелл, популярный весь мир и не менее популярный сети салонов красоты. Пол Митчелл, который есть по всему миру, даже в Красноярске есть Пол Митчелл. Вот. То есть, чтобы вы понимали, насколько это большая мировая сеть, если вы вдруг в Пол Митчелл не ходите. Я, ну, не хожу, как видите. Также он, мистер Шампунь, также этот мистер вдохновился, ну, живя, видимо, на границе с Соединенных Штатами и Мексикой, вдохновился продуктом, как текила, вместе с своим партнером Мартином Кроули. Они посетили несколько штатов, где производится текила, ездили, смотрели, пробовали различные образцы и остановились на том, что им понравился образец текилы, который как раз производился методом тахона, на который они сделали свой упор при производстве текилы патрон. И это наш такой основной фокус, чем мы гордимся, чем мы славимся, и мы сейчас его более подробно разберем. Своё начало текила патрон берет в осенде патроны, это главное здание, офис, ну, офисом его тяжело назвать, это всё-таки такое здание, дом для приема гостей, да, Артём, здесь и отель, да, так понимаю, для гостей, которые будут в конференц-зал и так далее. Место по фотографии приятное, интересное, клёвое, но сразу скажу, что не с самого начала, да, не с 89-го года текила патрон построил такой себе там замок и стала там производить. Изначально производили текилу патрон на небольших мощностях, изначально текила патрон производился для небольшого круга людей, то есть первый заказ там был порядка тысячи коробок для богемы, да, различной в Америке, то есть изначально Джон Пол Ди Джори и Мартин Кроули были нацелены на эту категорию людей, не думали, что будет такой ошеломляющий успех, что текилу патрон захотят и полюбят все. И постепенно объемы начинали нарастать, и в свое время текилу патрон дистрибьюцировала компания Sea Grams американская, и в 2000 году они Джон Пол Ди Джори как раз, или в 2002 году, предложили совершить сделку о том, чтобы он перешел уже, перестал играть вот эти вот крафтовые игрушки, да, производить текилу методом тахона, запекать в печах агавы и так далее. Ну, в общем, не заниматься фигней, нормально зарабатывать деньги, продавать текилу с солью, слаймом и так далее. Ну, в общем, нормально косить бабло, потому что текилу патрон уже знает, пора бы уже заработать деньги. Но Джон Пол Ди Джори решил не предавать идею, которую они своим партнером создали, сделать действительно клевый премиальный крафтовый бренд, и он отказался от идеи, вообще сотрудничество с Sea Grams и решил полностью производить текилу на своих мощностях. И Asiendo Patron производство представляет собой такое вот некое производство в стиле лего. О чем это говорю? Дело в том, что, как вы понимаете и можете догадаться, то, что производство текилы патрон, узнаваемость бренда растет, да, соответственно, необходимо производить больше спирта. И здесь, чтобы не уйти от качества, что предложил делать вообще Джон Пол Ди Джори? Мы не стали закупать или делать больше кубов, чтобы производить больше спирта за раз, строить больше в объемом печи, чтобы запекать еще больше агавы, не уходить от тахона к обычным измельчителям, да, кроллер с милом. То есть, текила патрон при своем росте производства добавляет еще к себе печи, кубы, тахоны и так далее. То есть, в большом производстве как будто добавляется еще несколько маленьких производств, которые позволяют оставлять качество, да. Ну и поэтому нанимаются еще люди, больше людей, больше объема и так далее. Думаю, здесь всем все понятно. Следующее. Сырье. Сырье мы покупаем у фермеров, да, то есть, у патронов нет своих плантаций, где они сами занимаются выращивать. В принципе, это тоже такой большой труд. И покупаем у фермеров в таком региончике Лос-Альтос, в штате Халиско, да, то есть, Халиско производится патрон. Регион Лос-Альтос знаменит тем, что там растет самая сочная, самая такая вот богатая с сахаром, вкуснейшая агава. Возраст ее от 8 до 12 лет произрастания. Она является самой дорогой голубой агавой для текилы. И порядка там всего лишь 10 производителей всей текилы могут покупать эту агаву. Ну, во-первых, там ограниченное количество, и цена ее выше, чем агавы в низинах. То есть, Лос-Альтос находится на высоте 200-300 метров над уровнем моря, и эти почвы красноземные. То есть, богатые железом, за счет этого агава растет сочный, хрустящий, такой богатый сахаром. Если посмотреть с высоты на эти почвы, то они действительно такие красноземные, напоминающие красное, такое вот бордовое полотно. Что же дальше? После того, как мы собрали агаву, мы отправляем эту агаву на запекание. Что еще хотелось бы добавить? Вот на предыдущем слайде вы видели химодора. Сейчас химодор – это такая профессия уже, ее нельзя назвать редкой, но это та профессия, которая в свое время передавалась исключительно от отца к сыну, к отцу, от деда и так далее. То есть, это профессия такая ремесленная по-настоящему. Но сейчас, в связи с тем, что объем текила растет, конечно, не успевают производить такого количества людей, чтобы обучаться данных химодоров. И поэтому химодорами уже там становятся порой люди, которые собирают в среду какие-либо фрукты, а в пятницу едут собирать агаву для какого-нибудь бренда. Текила патрон в штате имеет своих химодоров. Это важно, чтобы действительно эти химодоры были в штате. Почему? Здесь можно посмотреть с точки зрения качества продукта, потому что любая агава, собираемая химодорами, сдается по весу. Если кто-нибудь в детстве собирал, не знаю, там, грибы или картошку, и сдавал по весу, то есть та же история. Собирается по весу, и говорил Артем, агава, она растет как бы немного так вот над землей, да, немного где-то в землю, и выкорчевывая вот эту агаву, срубаются листья. И листья можно срубить так, что на самой пине оставить, ну, не знаю, там, полсантиметра с каждого листочка, а каждый лист богат хлорофилом. Хлорофил уже в дальнейшем как раз и дает горечь напитку, но тем самым они увеличивают вес, да, то есть каждое пине можно придать по полтора килограмма благодаря вот этому остаточным листам и сдавать там на сто килограмм в день больше, что принесет там больше доход. У патрона свои химодоры, которые заботятся, конечно же, о качестве, а не количестве сданного товара. Агава увозится на производство, там она разрубается на части и отправляется на запекание в печь. Почему печь? Здесь выбор был сделан нашим мастером-дистиллером Франциско Алькарасом. Он считает, что, ну, есть три вида запекания агавы, да, один это традиционный, который он запекает в основном для мискалей, это в ямах, когда вырывается яма, выкладывается камнями, разводится костер, да, камни накаляются, затем закладывается агава, и агава начинает запекаться, сверху засыпается землей. Это такой самый традиционный метод, его, конечно, практически производители текилы не используют, потому что он долгий, изнурительный и энергозатратный. Следующий метод, который шел за традиционным, это печи. В печах агава может запекаться в течение, там, трех суток при низких температурах максимально, карамелизируя, да, и вот концентрируя сахара. И есть третий метод, и вот здесь, Артем, твой выход о том, что кричат на каждом углу на производстве текилы патрон. We never use auto cloths, never. Короче, производство текилы патрон устроено так, что никогда в жизни никто в этом бренде, в этой организации ни в коем случае не использует автоклавы. Автоклавы это как, даже не микроволновка, а как мультиварка. Ни в коем случае, потому что, в общем, запекание не то, результат не такой, и сахара в итоге обрабатывают совершенно иначе. Поэтому автоклавы мы не используем. Это не бро? Это не бро, автоклавы не бро. Печи, бро, тахона тоже бро. То есть здесь стоит отметить и запомнить для себя то, что автоклавы используют многие, и это тоже один из методов запекания, в нем ничего криминального нет. Просто если хочешь делать большой объем, делать, понятно, текилу свежую, легкую, ну, можешь делать на автоклавах печь, позволяет как раз вот эти сахара за трое суток концентрировать и создавать мощный вкус уже впоследствии в перегонке. И чем мы, да, гордимся, вы видели в ролике вот это устройство, тофона, да, камень, который катался и мял агау. А в чем разница? Мы используем на производстве патрон два метода. Первый метод – это роллер с мил, вкратце это обычная такая производственная соковыжималка для твердых, где сок отделяется от жмыха. Нам нужен сок с сахарами для брожения. То есть здесь мы измельчаем агаву, жмых в одну сторону, сок в другую сторону. Второй метод, который мы используем и очень гордимся, это тахона. Тахона не отделяет сок от жмыха. То есть агава, уже запеченная из печи, спускается по ленте в вот эту вот чашу, где катается колесо, и вот эту агаву разминает в одну субстанцию в кашу. Первый метод, то есть он дает нам сок, второй метод дает нам кашу из агавы. Здесь стоит отметить, что патрон является крупнейшим производителем, текилы методом тахона. Это традиционный метод, его могут абсолютно использовать все, если захотят, но из почти двух тысяч, ну, менее двух тысяч производителей, всего лишь шесть производителей используют этот метод. И если остальные пять производителей делают текилу методом тахона, чтобы просто сделать какой-то релиз с тахоной, то патрон, свою базовую линейку, которую у нас есть в России, Silver, Reposado, Anecho, делают уже с тахоной. При этом у патрона есть текила, которая производится только этим методом, Roco Patron, например. То есть это действительно мощный производитель текилы методом тахона. То есть здесь все понятно. Мы используем два метода. Первый измельчаем агаву, получая сок, второй измельчаем тахон и получаем кашу. И дальше вы должны эти два процесса вести параллельно, давайте в голове, как и на этих слайдах. То есть первый способ у нас сок получили, второй кашу и поехали дальше. После того, как мы получили сок и вот эту вот субстанцию из тахоны, мы отправляем это на брожение. Отправляем сосновые чаны. И эти чаны, почему выбраны сосновые, а не нержавеющие, потому что, опять же, это выбор Франции сколько раз, сосновые чаны позволяют давать допустимый контакт с кислородом, с окружающей средой и развивать уже брожение. И, как вы видите на презентации, как я говорил, два способа ведутся у нас параллельно друг к другу. Чаны не закрываются. Первый метод, который в такой вот большой соковыжималке мы добавили в этот сок воду и сахар, в воду и дрожжи. Почему добавляется вода в этот сок? Потому что концентрация сахара в самом соке очень высокая. Поэтому надо брикс немного понизить. Мы разбавляем это водой, добавляем дрожжи. Дрожжи начинают есть сахар, запустилось брожение. Брожение происходит в контакте с кислородом. И вот на левом рисунке, роллер смил, брожение выглядит таким образом. Тахона выглядит следующим образом. То есть при брожении поднимается температура, температура поднимает вот этот весь жмых наверх и образуется шапка. Артем рассказывал, что на производстве эту шапку вообще ни в каком случае нельзя сковыривать пальцем. Либо чем-то еще. Наверняка Артем пробовал это сделать. Таких дебилов куча находится. И я был одним из них. Сказали, нельзя, нельзя. Я говорю, как нельзя? Ну, потому что нельзя. Я говорю, так как нельзя, давайте попробуем. Но в итоге эта шапка действительно является таким, как бы, ну, не вакуумом, конечно, но тем не менее, скажем так, пробкой для довольно такого закрытого брожения. И поэтому все ароматы, все вещества концентрируются. И такой, знаете, такой аромат вот именно в этих чанах для брожения. И вокруг них такой, как хлеба. Очень мощно, очень полнотело. Сладко и горько, и суперпритольно, и, конечно, довольно вонючий. То есть, и суть в том, что это, в принципе, очень интересный процесс. Параллельный. Как брожение, так и дистилляции. Каждый, кто помнит, как производится ромбокарди, ромбокарди, там тоже есть агвардентер и дистилляда. Один такой довольно вонючий, такой мощный, крутой, а другой такой, как бы, летучий, такой легенький. Здесь абсолютно то же самое. Вот эта вот шапка из багаса, из этих фибров, соответственно, из прожилок. Эти прожилки напоминают, наверное, кто-нибудь из вас пробовал ананас. Ананас перекусываешь, и, в принципе, там есть такие тоненькие прожилки, которые иногда между зубов застревают. Вот, на самом деле, у агавы гораздо мощнее эти прожилки. Они очень такие твердые, и, в принципе, даже дистилляция их не растворяет. То есть, вот, если вы хоть раз видели какие-то фотографии с производства, там всегда рядом валяются снопы, либо такие кучки сена. Вот это не сено, это вот эти самые прожилки, на самом деле. И поэтому эти прожилки довольно плотные, и они закрывают самчан сверху. Да, самчан, вот это вот, скажем так, брожение. А слева у роллера Мила, если вы видите сейчас презентацию, то там, на самом деле, только сок. И сок дает мягенькое, очень такое овощное даже послевкусие и вкусоароматику. А Тахона Мил с этими богатствами дает очень такую землянистую, не знаю, такую вонючую, в хорошем смысле, основу. То есть, мы используем эти два метода не потому, что одним мы там удешевляем, а вторым делаем дорогой продукт, потому что мы преследуем цель получить два разных спирта. То есть, мы измельчили агаву и получили разные субстанции, сок, вот эту вот кашу. Потом мы перегоняем их также, ферментируем их также параллельно друг к другу, да, то есть происходит ферментация параллельно. Одно свежий сок получается, второй такой насыщенный, густой, вонючий, как сказал Артем. И в дальнейшем мы эти два параллельных процесса ведем уже и на перегонку. Вот, дистилляция у нас двойная в медных кубах. Здесь стоит обратить внимание на следующее. В первом методе, где мы получили легкий такой овощной сок, мы используем кубы, первый куб, когда мы перегоняем вот эту брагу, две с половиной тысячи литров. И второй куб, когда уже перегоняем спирт, полторы тысячи литров. В методе, где мы использовали тахона, там кубы меньше. Первый куб 750, который перегоняет брагу, и второй куб, который перегоняет спирт, 525 литров. Здесь не обязательно запоминать вообще этот объем, но стоит обратить внимание на то, что в первом методе мы используем большие высокие кубы, во втором маленькие кубы, который тахона. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем опять профиль вкуса продолжает. То есть мы получили легкую овощную брагу, так мы и хотим и получить спирт, который будет давать, кто пробовал сильвер, вот этот вот аромат болгарского перца, лайма. То есть как раз вот именно этот спирт нам его и дает. То есть мы перегоняем в больших медных кубах. Медь позволяет нам как раз этот спирт чистить и делать его легче, свежее. А втором методе, после тахона, мы перегоняем в маленьких кубах, чтобы получить вот этот как раз грязный и вонючий спирт, который будет богат как раз вкусом сочной хрустящей агавы. То есть закрепим первый метод, да, сок, который мы перегоняли, мы получаем легкий спирт в больших медных кубах, а тахону мы, из тахона мы перегоняем в маленьких кубах, чтобы получить грязный и сочный спирт. То есть два разных спирта, вот реально как в Бакарде, два разных спирта, редистилады и гвардиенты, да, то же самое здесь. Легкий спирт и грязный спирт. И они смешиваются в пропорциях, но это всегда усредненно один к одному. Конечно, спирты могут получаться немного раньше, уже от мастера-дистиллера зависит, в каком соотношении они будут смешаны. Но мы так условно даем определение один к одному. И получается патрон сильвер. Да, то есть уже патрон сильвер содержит в себе 50% спирта из тахона. И поэтому патроны говорят о том, что это самый крупный производитель текилы методом тахона. Немного о выдержке. Мексиканцы, конечно, трушные, классные производители, считают, что самое лучшее и правильное текила это исключительно белое. Все, что остальное, это для непонимающих Янки, да, и прочих европейцев, которые не знают, что такое вообще текила, и пьют выдержанную. И поэтому есть даже такое понятие, что текила выдерживается в поле. Потому что, чтобы получить белую текилу, необходимо потратить 8 лет на то, чтобы агава созрела, выросла. То есть она уже выдерживается в поле 8 лет, и потом получается белый спирт. И на выдержку Мексика регламентирует небольшой отрезок времени. Если мы говорим, что текила репосада, то она выдерживается от 2 месяцев до года. Если мы говорим от пяти ли ониеха, то она выдерживается от года до 3. И экстра ониеха от 3 и более. Такие маленькие сроки выдержки связаны с тем, что благодаря погодным условиям, там, конечно, развитие спирта в бочке происходит гораздо интенсивнее, чем в той же Шотландии, например. Где, чтобы потерять одну бутылку спирта, одного бутылку виски, производя одну бутылку, потратить надо 28 лет. На таких условиях, как Мексике, чтобы потерять одну бутылку, 50% спирта, необходимо потратить 6-7 лет. То есть практически в 3-4 раза, конечно, экстракция происходит быстрее. Вот. Текила Патрон использует 5 видов бочек, 3 европейских, 2 американских. Европейские бочки отвечают за тонинность, отвечают за такую вот сухость, за специи, американские, за ваниль, за бриошные, вот такие вот все сладкие, приятные тона. И благодаря использованию 5 вот этих типов бочек, мы не выдерживаем текил долго. Патрон репосада выдерживается там 3-5 месяцев, 7 месяцев, то есть немного. И Анеха выдерживается от года до полутора. То есть мы выдерживаем текил вообще на минималках, но при этом разница от Сильвера до Анеха, она колоссальная, потому что бочки используются разные, многие из них новые, и за счет этого достигается уже определенный вкус. И поэтому цена между Сильвером, репосадом и Анеха не такой большой разброс диапазона. Что касаемо розлива, вы видели, розлив происходит на производстве, бутылки надуваются также на производстве, бутылки ручной работы. Вообще все процессы на производстве выполняются вручную, кроме розлива. Розлив уже происходит автоматически, все остальное вручную, закупорка, упаковка на этикет, когда там сбоку на наклейке пишут и так далее. Пробка из португальского дерева, да, из коры, как и классное, дорогое, вкусное вино. Ну, в принципе, многие вина, которые французские, бургундские, бордо, они также свои вина закрывают пробкой из деревьев Португалии. Немного о НОМ. Кем расскажешь о НОМе? Ну, норма официана Мексикана это, в принципе, такой ГОСТ своеобразный, как я уже говорил, и даже интересный такой путь анализа производственных мощностей и производственной компании даже, да. НОМ это, в принципе, ну, не знаю, цифровой адрес как бы точки производства текилы. Я думаю, что вы часто слышали от амбассадоров, от представителей брендов о том, что наша текила, либо наш другой спирит, либо наш бренд самый такой распрекрасный, уникальный, бла-бла-бла. Поверьте мне, есть в мире около двух тысяч разных брендов текилы, и всего лишь несколько сотен, даже меньше, хотя, заводов производства текилы. То есть получается, что на одном заводе производят очень много разных брендов, которые не входят в портфель одной компании, которые не имеют никакого отношения друг к другу. И главное, что вам всегда будут рассказывать о том, что мы выбираем наши агавы, мы выбираем наши какие-то удивительные семьи вот этих кемодоров, мы выбираем наши рецепты и так далее. Но я сам очень часто видел, когда просто эти пиньи валяются, после того, как их выгрузили из этих фур, валяются перед производством, и то, что есть поблизости, то и отправляется в производство. Почему? Потому что НОМ это на самом деле адрес завода. И вы всегда сможете проанализировать, на каком заводе какой бренд произведен. Потому что я бы на вашем месте доверял бы только одному заводу, на котором произведен один всего лишь бренд текилы. Асиенда Патрон соответственно обладает своим НОМом, своим, скажем так, цифровым адресом, как вот есть геолокация, есть и цифровой адрес, как там, не знаю, в Яндекс, Гугле можно координаты найти. Вот такие вот присвоенные координаты. И соответственно, если эти координаты уникальны, значит каждый представитель производства, будь то мастер-дистиллер, мастер-блендер, там кто угодно, и соответственно главный идеолог в нашем случае Франциск Алькарас, он действительно отвечает за то, что на этом самом заводе по этому самому адресу производится один бренд и одна категория, правильно? Это очень интересно, потому что совсем ну не так уж недавно, в смысле довольно давно уже такой на нашем да, на нашем пересчете Текила Патрон запустила сайт KnowYourNome, то есть узнай свой НОМ, узнай свой номер. И соответственно вы можете вбить любой НОМ, а тут вы видите вот здесь вот есть, допустим, НОМ 1492. Вот здесь вот можно Текиле посмотреть, я думаю в презентации видно, соответственно на этом НОМе, ну к этому НОМу заоттачен, что называется, соответственно адрес вот этого вот этого самого завода. И вы можете посмотреть, какие еще бренды Текилы, Мискаля, либо там любых других Агавовых спиритов произведены на этом заводе. В нашем случае никакие вообще, то есть действительно все мощности, вся экспертиза, весь опыт и весь там надрыв, если хотите, производятся именно на этом заводе. Это очень крутая тема, на самом деле довольно интересно наблюдать разные и разные Текилы, где они произведены. Оказывается, что не такие уж они уникальны и все это идет просто по плану. Вот такой вот у нас рубильник, одна Текила, другой рубильник, вторая Текила. Это очень забавно. Вот так. На примере водка и в России, да, то есть у нас если заходить в условный магазин «Красное и Белое», там можно проследить новых брендов, там каждую неделю могут появляться водок, а спиртовых заводов, которые разливают на все эти там две-три тысячи брендов водки, их всего лишь там меньше десяти. То есть опять же, каждый там уникальный русский бренд, он уникальный, вот, и льется из одного крана. Поэтому Новый Ном заслужил отдельного слайда. И последний вопрос, я думаю, от нас и потом будете задавать вы нам вопросы. Как вы думаете, в 2020 году, когда все можно компетизировать, да, чтобы выполняли большую работу машины, многие там компании, производители виски гордятся тем, что у них есть охранник с собакой, чувак, который сидит за компом и нажимает на кнопки маркетолог, мастер-дистиллер, мастер-купажа там, да, и все. И в принципе, они там десятером справляются с миллионом производством спирта за год и более. Как вы думаете, сколько людей работает, размещает Кассиенда патрон? Напишите, пожалуйста, в чате ваши предположения. Так, пишем, пишем. Ребята, я завелся, у меня вообще наушники садятся. Если сейчас не будем активно, то я как бы вообще улетучиваюсь. Вот тут нам Слава подсказывает, что французский АОЦ, да, французский АОЦ, действительно, что CRM, что NOM, это французский АОЦ, это наш ГОСТ, да, как и что и почему делать. Так, Глеб Смирнов, 300, прекрасно, 30, 300, что еще? 60, 60, 60 достаточно. Ну, опять же, объема, объема патроны-то, и говорю, что вручную многое, да, производится. Что еще? Накидываем, 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 накидываем. Мы пошли по нисходящим. 60, короче, не верят, не верят в нас, не верят. Рукотворное производство, если это гигантские объемы, самый мощный лидер супер-премиум сегмента, не только пионер, но и лидер, самое массивное производство тахона направления, и все производится руками. Сколько народу-то, ребят, ау? Да вот столько. Вот, 3 тысячи. 5 сколько-то нулей человек, правильно, какие интересные подсказки. Ребята, посмотрите на этих красавчиков, посмотрите, кто вытягивает из жопы все производство. Посмотрите. И как я обратил внимание, только единственные красавчики, которые слева заряжают телефоны, все остальные работы. Вот, это значит, вот посмотрите, да, мы вдвоем слева стоим с пауэрбэнками, потому что мы хотим зафиксировать все возможные впечатления, все возможные нюансы производства, чтобы потом вам это рассказать и донести. Поэтому, да, ребят, 1600, это очень интересно, потому что, на самом деле, абсолютно разные направления, там есть реально цехи, которые, или там, цеха, который производит Сильвер, который производит Репосада, Аньеха, Экстра Аньеха, и самое интересное, что там разные, разные автобусы под разные цвета, под разные цвета, то есть вот этот как раз зеленый, оранжевый, желтый, они действительно друг друга прощаются, есть прикольный, очень крутой ритуал, каждая концовка смены, это, по-моему, 5 утра и 5 вечера, запускаются вот эти вот как фонарики на телефонах, и все друг другу махают, очень трепетно, интересно, причем каждый, каждый день, каждую смену, там идет своеобразный челлендж, то есть, условно говоря, если ты произвел максимальное количество продуктивных телодвижений, будь ты наклеил больше всего этих этикеток, потому что там все делается руками, будь ты там омыл, ополоснул наибольшее количество бутылок, либо еще что-то, соответственно, если твоя команда побеждает, а команды постоянно меняются, в этом вся универсальность, потому что там каждый должен быть на страже, в принципе, как у нас в баре, каждый умеет все, ну, не бывает отдельных направлений, так вот, они могут поставить свою музыку, свой трек и свой плейлист на следующий день, и там есть определенные фавориты, определенные чемпионы, которые постоянно свои треки ставят, ну, в общем, очень интересно, очень трепетно, атмосфера потрясающая, атмосфера не какого-то такого индустриального, знаете, фоллаута, то, что есть определенные какие-то капиталисты, которые давлеют, которые руководят, и которые всех там унижают, есть какие-то рабы, которые еле-еле там сводят концы с концами, и в итоге зарабатывают свою копейку, нет, очень добродушно, очень мило, все дружелюбные, мы там были несколько недель, и смотрели, насколько это круто, то есть, когда уже не было этих надсмотрщиков, все равно оказывалось приятно, вот так. то есть, несмотря на то, что такая компания большая, сотрудников, как вы видите, немало, это все равно такая большая семья, и идея там Джон Пола Диджори, она продолжается, да, чтобы все работали как одна большая семья, и кайфовали от того, что делают они вместе. Так, ребята. Я думаю, мы переходим к вопросу ответной части, там тем более вопросы какие-то задавались, давайте. Давайте мы отмотаем с самого начала, сейчас я посмотрю, Макс, ты не против? Посмотреть, кто там и что там? Ребят, я в любое время могу пропасть, потому что что-то у меня тут подтупливает. Самое легко маккотивируемое и неприхотливое по поводу Голубой Агавы. Да, Голубая Агава обладает определенным количеством и объемом и нужной категорией сахаров, и в принципе она действительно первая культивируемая. Сейчас есть еще культивированный это Эсподин, это в основном тип Агавы, который используется при производстве мискаля, но голубая она в принципе самая адекватная и самая такая, знаете, назовем так условно, человеколюбивая. Поэтому, конечно, можно рассказывать сколько угодно про всякие нотки полутона, про категории вкус ароматического профиля этой Агавы, но на самом деле она просто самая популярная, самая неприхотливая и самая как бы доступная для возделывания. Поэтому, конечно, ее используют. писали еще про 7 брендов, которые производят текилу методом тахона. На самом деле, я знаю только 6 и могу посмотреть там листы, где они, может быть, уже 7, может, еще как-нибудь текила производят. На сайте, опять же, можно всегда просмотреть по-новому, какая-то, какой бренд производится, каким способом, в какой дистиллерии и так далее. То есть, возможно, кто-то подключился и стал производить тахоны, но по моим последним данным их было 6. Здесь же суть не в том, что это единственный производитель. Это самый крупный и это самый первый производитель такого объема. Это действительно пионер. Просто текила раньше не была продуктом или представителем супер-премиум сегмента. Текила это пати-дринк и точно, наверное, до конца 80-х годов не было образа весомого, властного, утонченного мужчины либо девушки, которые сидят перед камином вместе со снифтером с бокалом для коньяка и с каким-то выдержанным продуктом агавовым. Обычно это все-таки тусе, тыц-тыц и хэ-хэй текила. Сейчас, конечно же, на самом деле текила может быть и популярной и тем не менее еще какой-то премиальной. Это как раз-таки эта категория была запущена текилой патрон, причем довольно недавно. Но то, о чем мы говорили, это самый большой, самый массивный производитель текилой категории Тахона. Так, дальше, что еще у нас? Анна пишет, поделитесь своим экспертным мнением, если какие-то вещи, какие-то ваши рабочие схемы для введения среднестатистического гостя от соли от текила лайм до употребления в выдержанной чистом виде? Ведь это воспитание вкусовой эстетики. Пройдем как раз слегка на эту тему. Ну, смотрите, во-первых, есть несколько ритуалов, не только соль, прокинул и лайм, есть бандерита, это в принципе три шотика, там, соответственно, есть томатная, ну, это именно, скажем так, реинкарнация либо визуализация флага. На флаге Мексики есть что-то зеленое, что-то белое, что-то красное, и, соответственно, там такой птица огромная, которая там тусуется на кактусе. Вот, соответственно, что такое бандерита? Это сок лайма, отвечающий за зеленый цвет, извиняюсь, это сама текила прозрачная и это еще сангрита. Во-первых, текилу можно выпивать сангритой, причем сангритой какого угодно. В основном европейцы считают, что сангрита должна быть томатной или разной как бы производной. Нет, сангрита может быть каркаде, может быть гранатовая, может быть грейпфрутовая, какого угодно. Сангрита это как такой сопроводитель, чейзер, по-русски мы называем обычно это запивон, это клево. Потом можно текилу употреблять с апельсинкой, посыпанной каким-то, допустим, значит, ну, назовем условно красной, да, то есть это либо может быть соль дагузана, это соль из вот этих вот гусеничек, которые считаются, живут на агаве, либо это может быть там что-то другое, ну, в общем, тоже может быть так. Это, конечно, еще текила, это что-то, что-то ананасовое, можно с ананасом, и, конечно, это прекрасный сопроводитель любого блюда, особенно, особенно, очень здорово подходит под пряный, под острый, так, либо все что угодно, там какой-нибудь, не знаю, сладкий чурос, либо, сейчас, извини, пожалуйста, так, сейчас, мне Денис, Денис, привет, я пока не могу прислать темы, я отвечаю на вопросы, так, вот, поэтому я надеюсь, что я, ну, рассказал, что еще вас интересует, ребята, что, все? Ну, давай, подождем, может, кто-то пишет, кто-то пишет, кто-то подобен, может, Слава, слава, привет, возьмет, ребят, ну, спасибо огромное, да, народ, что-то у нас не хочет задавать вопросы, запишите, вот, инстаграм-аккаунт, и Артема, и Макса, можно им писать всяко-разно, там, в директ, не в директ, вот, и, можно даже там позадавать вопросики, вот, если, тут есть Зинченко, Слав, Слав, извини, тут Коля Зинченко через метр сидит и задает каверзные вопросы, когда появятся смоки в России, ребята, когда бы в России появился крепкий рубль и отсутствие этого геморройного состояния, было бы, наверное, сразу, тогда и появятся смоки, во-первых, я очень жду, когда в России появится Рока Патрон, Рока Патрон, это потрясающая вообще категория, есть еще и Гранд Патрон, есть еще разные ликеры прекрасные и смоки, короче, я знаю точно, что у Дениса Темного в офисе есть офигенный, это Килогранд Патрон, и он, почему-то, ей не делится, все теперь срочно, все срочно пишем Денису и говорим, Дэн, мы чисто ради, просто ради интереса академического, дай попробовать, пригласи, пожалуйста, вот, и вообще у Дэна много есть крутых алкоголей, поэтому вы не забывайте, он очень любит делиться впечатлениями, да, Дэн? Гранд Патрон есть, пишет. Все зависит от нас, как мы будем классно продавать Текилу Патрон после всего, когда мы вернемся в строй, так и с таким же успехом у нас появятся Рока Патрон, Гранд Патрон и смоки. Я на самом деле призываю на полном серьезе, когда весь этот какой-то раздрай, вся эта кутерьма закончится с так называемым принудительным этапом каникул, и всем остальным обязательно-обязательно участвуйте в Патрон Perfectionist, потому что на Восточную Европу выделили, по-моему, три места, это очень здорово, весь этот конкурс идет целый год, целый год, разные этапы, разные участия, в общем, внимание от видных деятелей индустрии, обязательно участвуйте, и просто я сейчас объясню, как это работает, я думаю, Слава не даст соврать, и Макс тоже, чем больше мы демонстрируем активности, чем больше мы демонстрируем вовлеченности, тем больше нам выделяют бюджетов, те самые крутые глобальщики, тем больше выделяют новых позиций, SKU, так называемых, внутри одного бренда, и тем больше нам как бы дают скидок, тем больше нам дают скидок, там, каких-то ретро-бонусов, маркетинговых поддержек и так далее, поэтому все между нами, честно говоря, все зависит от нас, Макс об этом уже говорил, пять лет назад не было ни одного официального импортируемого мискаля, сейчас в каждом ресторане есть в каждом баре мискаль, сколько брендов мискаля, официально импортируемых, там 15-20 уже, пять лет назад не было ни одного, это сделали буквально, ну, на ваших глазах мы вместе с вами, поэтому надо активничать и все будет. Кто его будет проводить? Кто будет проводить? Кто? Патрон перфекшенист будет проводить топовые деятели индустрии, топовые, компания Бакарди Мартини, амбассадоры, единомышленники и идеологи этой компании. Максим, у меня у тебя просьба на рабочем столе ты там рисуешь, убери, пожалуйста, смышку вот с кисточки. Убрал. Ага, все, спасибо. Да, да, ребят, если есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь, ребята сегодня специально выделили время, я знаю, что все заняты, у всех, несмотря на нашу изоляцию, появилась куча, куча, куча народу и куча всяких разных дел, вот, пока пишите вопросы, немножко сделаю маленький анонс, вот, прямо сейчас начался прямой эфир Питера Дорелли и Калабрезе, вот, зайдите к нам на сайт, там есть прямая ссылочка, вот, ну и, собственно, смотрите за расписанием, на следующей неделе у нас будет Рома Торощин, в понедельник, во вторник у нас будет Сергей Нациен рассказывать про то, как открыть, а самое главное, закрыть, в цвете нынешних событий, вот, у нас будет Илья Бунин расскажет про свои крутые бренды, Вася Самойлов в Белуге тоже будет рассказывать, и в пятницу будет маленький такой сюрприз, это человек, который сделал такую программу для посещения пабов, то есть, прям лютый чувак, Игорь Самсонов, вот, в Москве все пабы тусуются именно по его предложению, где есть там разные сорта пива и так далее, поэтому пригоняйте. Ребят, ну, давайте, отвечайте на вопросы, будем потихонечку заканчивать. Так, ребята, у меня сели наушники, поэтому я буду орать. Спрашивают, где можно найти информацию по конкурсу. На данном этапе, насколько я знаю, у нас нет информации там где-то на веб-сайте либо в группе, она появится чуть позже, я думаю, тем более, сейчас из-за всего происходящего сроки перенесутся, естественно, и как только мы поймем, куда движемся, так сразу информация появится. Мы ее точно до всех будем доносить. Ребята, у меня небольшой комментарий, прямо сейчас заходите в Маргарита Экспресс, там как только появится информация, мы будем публиковать все возможные факты, лайфхаки, нюансы участия именно там, потому что есть как минимум уже три года, три года реально вот этого конкурса но тем не менее там мы будем озвучивать, это первое, поэтому не волнуйтесь, у вас есть личные аккаунты меня, у вас есть личные аккаунты Маркса, есть Маргарита Экспресс, особенно Маргарита Экспресс, смотрите там. Дальше, точно ли вы мискаль себе в портфель, точнее, приобретете... Денис там уже ответил, Денис уже раздал всем. Ребята, да, Диорс выпустил выдержанные в бочках от Иллигала соответственно релиз Иллигал Мискаль тоже будет часть портфеля компании и некоторые страны все это уже приобретают, просто до России, сами знаете, все доходит как до жирафа, но тем не менее Иллигал, если уж правильно произносить, то будет и уже является в разных странах на разном долевом участии является брендом в портфеле компании Бакарди Мартини. Поэтому очень скоро мискаль Иллигал очень крутой, там прикольная история, прикольная даже, не знаю, даже идея соперничества, превозмогания, короче, надо смотреть. Я очень рад, что в портфеле компании будет именно этот бренд, потому что я с очень многими брендами знаком мискаль, поэтому я прям жду, когда он дойдет официально до России. Так. Давид поставил класс. Все, ребята, смотрите, пожалуйста, объявление от Бартендерс Фэктори с 13 по 19 апреля будет онлайн-курс. Естественно, анализируйте все возможные курсы здесь, на этой потрясающей площадке. Слав, спасибо тебе огромное. И главное, не забывайте, что сегодня мы запустим расписание БСБМ, Бакарди Мартини, Бартендер Скул, лайф-мастер-классы в аккаунте Бакарди Мартини в Инстаграме. Соответственно, либо в Инстаграме наших амбассадоров, да, и у меня будет, и у Макса, и у всех наших ребят. Поэтому от компании будет много-много всего. И здесь, и на отдельных площадках, поэтому не пропадаем. Вот. Инстаграмы вы знаете, наши личные? Инстаграмы вы знаете? Вот, кстати, мне темный подсказывает, Денис, что уже купили в 2017 году. Купили-то купили, но пока нет в России не счетово. Не счетово. Будет в России и будет в России. Это как не запостил, не было. Конечно. Если нет в России, то и что там? И нет. Все, я только так считаю. Ребят, спасибо большое, что пришли. Мы о вас, в свою очередь, не забываем. Как сказал Артем, у нас много всего запланировано, поэтому не отключайтесь, не пропадайте, следите за новостями. Вы везде подписаны, я думаю, все прекрасно знаете. Слав, спасибо за возможность. Я, в свою очередь, хотел вам сказать огромное спасибо. Макс, Артем, да, прям очень клево. Ребят, запись будет, будет на сайте. Не переживайте, если у вас что-то лагало, буквально через пару дней, скорее всего, во вторник, мы на сайте в архиве выложим запись, вы можете спокойно пересмотреть, проконспектировать, записать себе на всякий случай в тетрадочку все, что рассказывал Макс и Артем, потому что это интересная информация. Всем спасибо большое, не болейте, оставайтесь дома, давайте немножко потерпим, чтобы это быстрее прошло. Чудяще-юдище все-таки убежало от нас, и мы все будем друг с другом видеться, обниматься, выпивать, все как раньше. Всем спасибо. Спасибо, ребят. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!